Да, вы на Масяню похожи, а на кого я, блин, ещё могу быть похож? Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий. Астребитель, стой! Стой, астребитель! Ну чё, вадилы, едем, сто рублей дам. Эээ, ну садись. Ты, ну, что, вообще не считаешь? Всё население разделили чётко пополам. Половина лежит, половина сторожит. Хе-хе-хе-хе. Кстати, лохватый попал сторожить. Всё правда, и кого он сторожит? На нашем канале только российские сериалы, 24 часа. И квашеная капутка! Олег. Да, я. Мы прекрасно помним Масяню по либо детству, либо ранней юности, но к нашему стыду до этого года не все из нас знали, что Масяня продолжает выходить. А в этом году мы не только это узнали, но ещё и увидели, что Масяня в полном порядке. Да, вчера у меня был миллион подписчиков. Да. Про то, как оставаться интересным на протяжении 20 лет, мы с вами и хотим поговорить. Это как раз у меня обычно коллеги спрашивают, то есть аниматоры там и прочие люди, которые занимаются сериальным производством. Они сейчас спрашивают, ну как ты до сих пор, блин, вот даже теория большого взрыва и то столько не поддержался, потому что скучно становится. А это всего есть один небольшой секрет. Надо всё делать самому. Очень просто. Когда ты работаешь в команде, она рано или поздно разваливается. И рано или поздно люди же развиваются в разные стороны. И все становятся немножечко другими с каждым годом. Поэтому в команде работают. Понимаешь, на самом деле тут есть у меня определённая теория по этому поводу. Дело в том, что современные технологии подходят к тому, что скоро кино уже может будет сделать один человек. То есть есть уже софт, чтобы делать толпы, есть уже софт, чтобы делать катастрофы, чтобы делать гигантские волны, землетрясения. И в конце концов человек сможет полное голливудское кино сделать один. И это будет как раз самым стильным. Потому что когда человек один работает, то он может соблюсти полную стильность картинки. То есть это начальный замысел, полностью его создать и полностью в одном стиле сделать и озвучку, и картинку, и актёрскую игру. И актёров не будет. Будет, естественно, 3D, который будет ничем не отличаться от живого человека. Я как бы нахожусь на острие творческого процесса по многим параметрам. Например, я работаю один полностью, и сценарий делаю сам, и озвучиваю сам, и весь монтаж делаю сам. И поэтому получается такое одно стильное, заранее задуманное произведение, которое не представляет из себя лоскутное одеяло, как обычно. Немного Антоном Птушкиным повеяло сейчас. Ты все свои выпуски делаешь один. Моя задача — транслировать те эмоции, которые я как просто человек, который приехал в ту или иную страну, получил. И я не верю в то, что человек, который не был там со мной, может это сделать. Вот и всё. — Вы знаете, кто это? — Я. — Это главный ютуб-путешественник. И он как раз ровно год назад рассказывал нам о том, как тяжело ему делегировать обязанности. — А все жалуются, естественно, все жалуются, потому что когда работает творческий коллектив — это всегда срач. Особенно русскоязычный. — А именно русскоязычный? — Ну почему-то как-то больше любят конфликтовать. Не знаю, видимо, это исторический контекст как-то накладывается. И застаивать своё «я», отстаивать своё «я» и своё видение. Естественно, ну, все мы любим. Или надо устраивать диктатуру. Опять можно параллель провести. Если нас отпускают на свободу, мы начинаем сраться. Авиасейл. Майк Реша с авиабилетами. — Мы должны были встретиться с вами в Израиле. Мы несколько раз пытались туда, не побоюсь этого слова, проникнуть. Но ковид вносил планы постоянно. Поэтому мы сказали, а давайте встретимся в Амстердаме. Что вы делаете в Израиле, мы обсудим позже. Амстердам — это город, где была задумана Масяня. — Да. Я первый раз приехал в Амстердам как раз в 2001 году. Была такая история, я работал в Германии. Я был там художником, у меня там была мастерская. И один раз я решил съездить в Амстердам, просто один поездить. И план у меня был примерно следующий. Я хотел приехать вечером, ночью погулять. Ну понятно, город как бы гуляльный, ночной. А утром уже поехать домой. То есть без гостиниц, денег ни хрена не было. Я приезжаю вечером и вдруг обнаруживаю, что все закрыто. То есть совершенно мертвый город, я иду по пустые улицы. И причем самое интересное, что я вижу, что люди в кабаках есть. То есть вот хозяева там, там кебабки, там сидят они. Мне жрать хочется, холодно. И вообще это был сентябрь. Уже довольно прохладно. И я хожу по городу и не понимаю, что происходит. Что это за Амстердам такой, блин, где все закрыто, никого нет вообще. Все мертво, какая-то нейтронная бомба упала. И самое что интересное, что смотришь, вот они там сидят в барах. И значит там смотрят телевизор какую-то, фантастику какую-то. Фантастику какие-то, там фильмы катастроф смотрят. Я думаю, нифига себе, как они увлекаются. Может какой-то модный сериал идет фантастический, что все просто закрыли вообще все. Настолько они прям интересуются комиксной и фантастической культурой, что прям закрыли весь город для того, чтобы посмотреть какой-то сериал фантастический. И я, значит, поболтался до четырех ночи, проболтался по совершенно мертвому городу. А потом оказалось, я тебе сейчас скажу, это было 11 сентября 2001 года. То есть я не знал, потому что я ехал в поезде, мобильного интернета тогда еще не было толком, 2001 год. Поэтому знать было никакой возможности. И приезжаешь в город, выходишь. А они-то все знают уже, потому что они смотрят телевизор. Они все там, естественно, тут же город весь закрылся. Началась как бы катастрофическая реакция на происходящее. И смотрели они вовсе не фантастический фильм, как ты понимаешь все. А новости. Да, они смотрели новости. Но, естественно, через окно, когда смотришь и видишь все это, думаешь, фантастику смотрят. И я где-то с четырех часов просто сидел на парапете где-то, покуливал и как бы просто думал, что-то таким заняться интересным. Вот. И, может быть, надо заняться все-таки фантастикой, какой-то комиксной культурой. То есть вот примерно такое происхождение странное. Получилось, что наоборот, да, из катастрофического события, крайне неприятного для всего мира, вот для меня получилось ровно наоборот. У вас есть великая серия «Царь-собака-ру», которая вышла в 2013 году, но под которую сейчас можно найти комментарии. Это что, вчера опубликовано? Сегодня царь подписал закон о запрете пропаганды рыжизма. С сегодняшнего дня всякое упоминание нетрадиционного цвета волос является уголовно наказуемым иным. Хрюндель, слышишь, опять новый прикол. Короче, теперь, прежде чем хоть что-нибудь написать в интернете, нужно брать справку в совместе с разрешением. На самом деле сценарий был еще раньше написан. У меня еще, пока я в Питере живу, был комикс такой, маленький комикс. А потом из этого выросла серия. То есть, в принципе, на самом деле было достаточно видно еще в начале двухтысячных, куда все идет. Если кто-то не в курсе, серия... Вот эту серию обязательно надо посмотреть. Будет очень жутко, но и смешно при этом. Она про то, что в России запрещено все. Да, люди просто решили не париться больше, выбирая каждый раз что-то запретить, и просто запрещают все. В таком случае не нужно больше уже, не знаю, подводить по статью, или выбрать тему, или еще что-то. Просто делай хоть что-то, значит, уже виноват. Априори это называется. Ну, это же карикатура, это же карикатура на самом деле. То есть, ты берешь, что происходит, и чувствуешь, что нарастает количество запретов. И ты просто доводишь это до абсурда. Так делаются анимации, так делаются мультфильмы. Ты доводишь то, что есть и кажется нормальным, до абсурда. И в таком случае ты видишь это со стороны. Видишь, к чему это идет. И таким образом можно прогнозировать будущее даже. Вот это, на самом деле, формулировка очень хорошая. Довести до абсурда. А в России это идеальная формулировка. Потому что абсурд уже начинает доводить тебя. Даже в такие непростые времена, как сейчас, очень важно находить для себя новые возможности. Для этого бывает полезно перезагрузиться и посмотреть на все вокруг свежим взглядом. Например, с помощью путешествия. Нам с Серегами в этом помогает работа. Движение – важнейшая часть нашего ремесла. Вместе с героями в Дудя мы регулярно отправляемся в интересные места, чтобы зарядиться новыми знаниями и впечатлениями. Во время таких поездок мы часто проживаем опыт, который помогает раскрыть героя с новой стороны. А иногда мы узнаем что-то новое и про самих себя. Поэтому в этот раз мы вместе с Литуаль и Босс делаем конкурс про путешествия. В этом году мы разыгрываем пять поездок на зимние каникулы для всей семьи в то место, куда очень любим приезжать сами – Красную Поляну. Присоединиться к нашему конкурсу и побороться за призы может каждый. Для участия достаточно купить любой аромат Босс в магазинах Литуаль с 1 по 31 декабря и зарегистрировать чек на сайте лету.ру. Каникулы в Красной Поляне будут разыгрываться каждую неделю, а еще можно выиграть полезные призы для путешествий. Все подробности по ссылке в описании. Переходим, присоединяемся и открываем для себя новые возможности в новом году. Вперед! Вы часто пишете в Амстердаме? Да, я, во-первых, рисовал картины здесь и до этого, то есть начиная с 2000-х, еще в 2000-х годов. То есть в 2001-м я первый раз приехал и понял, что здесь можно очень хорошо рисовать. Тем хорошим Амстердам, и опять же, почему я предложил тебе здесь встретиться, потому что у каждого человека есть некий такой уровень тревожности внутри. То, что по-английски называется «excited», да? То есть ты должен немножечко следить за происходящим. — Бдительность? — Бдительность, да, определенная бдительность. И есть вот такой вот уровень напряга у каждого человека есть. И каждый город характеризуется определенным уровнем напряга. То есть в России ты должен быть немножко все время на нервах. Немножечко должен следить. Я, допустим, родился в веселом поселке, поэтому я с детства привык, что нам нужно как бы… — 9 из 10 или 10 из 10? — Давайте рейтинг сделаем. — Да, можно сделать такой рейтинг. Питер где-то 8 из 10. — Так. — Москва. — 6 из 10. — Москва чуть пониже, ты знаешь, Москва чуть пониже. — 6-7. — Она тут приятнее. — 6-7. — Да, наверное, уровень напряженности. — Да. — Тель-Авив, допустим, Израиль. Ну там очень разные места, естественно. Есть постаральные места, есть очень беспокойные места. Там трудно поставить одну оценку. А в Тель-Австердам где-то буквально единичка-двойка. То есть уровень тревожности и беспокойства, вот этого психологического чистого состояния, которое, кстати, является причинами стрессов, всех болезней и всего на свете. А вот здесь этот уровень тревожности почти нулевой. Потому что здесь, в принципе, очень комфортная атмосфера для всего. Для творчества, для гуляния. Тебе нечего бояться. Нечего бояться. То есть этот город, конечно, не идеальный. Ну вот это, на самом деле, и дает этот почти нулевой уровень. Потому что здесь уровень безобразия тоже комфортный. — Пока мы гуляли, вы сказали, что у вас очень мусорная речь. Но вы на этом зарабатываете. — Потому что мусорная речь, на самом деле, гораздо живее правильной литературной. Потому что, когда кто-то говорит, пойдем позавтракаем в кафе. Все просто и понятно, и однозначно. А если он выразился, пойдем, типа, может, там это покушаем или чё. — Да. — Понимаешь, это несет гораздо больше информации. Потому что это одновременно выражает сомнение в том, что необходимо поесть, а также сомнение в репутации места, куда они идут, и сомнение в качестве еды путем выражения типа позавтракаем. Понимаешь, это несет гораздо больше информации. Поэтому грязная речь, в принципе, она дает очень много представления. Она дает абертоны. Знаешь, что такое абертоны? Музыка, живая музыка, она состоит не только из одной какой-то частоты, а из множества других частот, которые более слабее и слабее идут. Каждая музыкальная нота несет в себе гораздо больше информации, чем мы слышим обычным путем. И она поэтому дает очень много интонации, очень много подтекста, очень много подсознательной информации. Поэтому живая музыка гораздо приятнее слушается, чем записанная в МП-3. Потому что каждая нота несет в себе очень много абертонов. — А зарабатываете как? — Потому что так я записываю голос Масяня. То есть обычно я пишу сценарий, потом я его стираю. Или раньше я его рвал и выврасывал в мусорку, теперь просто стираю файл. И дальше я как помни, что называется, так и произноси. Вот что запомнил, и говори дальше чисто импровизационно, что тебе пришло в голову. — Вы натурально стираете? — Да, натурально стираю, чтобы не было соблазна посмотреть. Вот забыл, как там шел сценарий, как там шел диалог, как там шел сюжет. Забыл. Хорошо, импровизируй. Лепи, чтоб в голову придет. — Но литературный сценарий же тоже можно писать грязным языком? — Ну нет. Понимаешь, продуманность, она всегда уже начинает на себе выстраивать всякие. — Причесывать. — То, что ты видел, да. Причесывать, начинаешь себя вести на себя. Начинаешь играть какую-то роль. Вот этого не должно быть. Не надо играть какую-то роль. Потому что это то, что мы постоянно делаем. Кстати, к чему вот хороший, собственно, Амстердам. Потому что здесь тебе очень не нужно играть роль. Мы когда мы с тобой говорили о вот этом напряжении, о этом внутреннем напряжении, что является следствием? То есть если у тебя ты находишься в месте большого напряжения, ты все время играешь какую-то роль, что ты изображаешь из себя. Какую-то роль ты вынужден играть. И чем больше напряжения, тем больше это обязанность играть какую-то роль. А в Амстердаме не нужно, нет. Нет напряжения, и ты не можешь быть собой. Именно свобода быть собой. — Какую роль вы в Петербурге играете? — Мрачного депрессивного типа. — А это роль? — Разумеется, это роль. Это то, что спасает тебя. Ты должен адаптироваться к окружающей среде. — А почему? Разве жизнерадостный такой вот витальный чувак в Питере не может жить? — Может, но это будет, знаешь, такой злой сарказм. Именно на этом, кстати, все начально было построено. То есть ты, естественно, живешь довольно депрессивной и мрачной жизнью. Но чтобы спастись чисто физически, чисто медицински, тебе необходим вот такой подспудный саркастический оптимизм. Он тебя только спасет. Иначе ты начнешь расчленять. Что сейчас и происходит. Ты знаешь, что с репутацией Питер произошло в последнее время. — Вы как эти новости воспринимаете? — То, что надо больше работать. Надо больше работать над оптимизмом граждан, над их уверенностью в завтрашнем дне. Я тем занимаюсь, на самом деле, в мультфильмах, я показываю, что есть источник оптимизма всегда. — Когда я изучал в этом году все те серии Масяни, которые пропустил, а это было много лет, первое, от чего я просто обалдел, что Масяня стала мамой. — Блин, ну иногда кажется просто, ну вот все делают, чтобы человек больше не делал таких глупостей и заводить детей. — Угу. — Как вы принимали решение, что Масяня будет взрослеть? Насколько я понимаю, это редко для мультфильмов. — Да, это вообще исключительно, потому что обычно в мультфильмах герои вообще остаются одного и того же возраста. — Ну как в «Симпсон». — Как в «Симпсон», да, там ползает младенец, он ползает уже не первые десяток лет. Вот. А мне показалось это нелогичным, вообще странным, на самом деле. Вот почему так люди сделали? Ведь это же совершенно лишено какой-то человеческой реалистической логики. Нет, пусть она взрослеет. И решение было на самом деле тяжелым, потому что Масяня была таким хулиганским, анархическим фактически персонажем, который грубило, хамило, делал какие-то совершенно несусветные вещи. А потом я подумал, ведь это же на самом деле то, что происходит с нами всеми. То есть в какой-то момент мы переходим из стадии хулигана к «Это мой дом-крепость». И на самом деле это очень было точное решение, хорошее, потому что очень много публики вернулось, и я получил там совершенно непонятный публик, который раньше у меня не было. Потому что это то, что есть у всех, это то, к чему все стремятся, и то, что хорошо работает. — Сколько вашим младшим детям? — Десять и двенадцать. — Масяня становилась мамой после этого? — Как раз примерно вот я понял, что как бы этого не избежать. Просто не избежать, когда... Ну ты понимаешь, что художник не может полностью абстрагироваться от своей собственной жизни. И когда там спрашивают, о, вы на Масяню похожи, а на кого я, блин, еще могу быть похож? Человек делает из своего «я», из своей внутренности, из того, что у него есть. Он не может сделать мультфильм по мировоззрению, допустим, я не могу по твоему мировоззрению сделать мультфильм, но никак не могу. Для этого надо знать тебя так хорошо, как ты сам себя знаешь, а это невозможно. Поэтому я могу только по своему. Поэтому, естественно, вся моя жизненная перипетия, все мои сомнения, все мои приколочки, они, естественно, туда вваливаются. Я просто вот такой себе инструмент сделал. То есть просто все мои приколы, которые есть дома, превращать в тот прикол, который понимают все. Серия про беременность и роды Масяни, самая популярная на канале. Ага. Иди за руку меня держи, чтоб пальцы больше не трогал, понял? Иди за руку держи, чтоб никогда больше не трогал меня своим пальцам. Эй! Иди за руку держи, сука! Вы долго принимали решение идти на роды или нет? Нет, нет, нет. Когда ты как бы действительно любишь человека, то никакие сомнения. Зачем его бросать одного? Я вообще не понимаю. Это же жестоко. Первый сын у меня родился еще по советской системе, когда ты стоял во дворе, и все. Больше тебя ближе не подпускали. И вот это было жестоко реально. Потому что и человека, которого ты любишь, за которого ты волнуешься, за которого ты переживаешь, прям до колек в жопе. И он находится где-то там, и неизвестно, что с ним происходит. Это чудовищная жестокость. Вы плакали, когда появлялись на свет дети? Да, я люблю плакать. Я очень человек сентиментальный. Я плачу на всех фильмах и даже на собственных мультфильмах. Естественно, плакал, когда происходило вот это такое важное событие. Это же просто катастрофа в человеческой жизни, когда у него рождается ребенок. Это же просто вообще номер один событие в жизни. Все остальное уже ниже ранга. Когда вы в последний раз плакали? Я на самом деле слишком даже часто плачу, особенно на фильмах. Мне жена все время говорит, дескать, ты бы лучше в реальной жизни как-то более эмоционально подходил, чем в кино. Но поскольку я художник, я как бы творчество людей воспринимаю более близко к сердцу, чем реально происходящие события. Поэтому анимации для меня лекарство от этого небольшого бездушия. Я, допустим, люблю очень старые фильмы пересматривать. Допустим, Биг пересматривал с Тома Хэнксом. Я все время плачу на Биге. Большой. Помнишь фильм, где он маленький мальчик вдруг становится взрослым и в какой-то момент решает обратно, что ему надо? Посмотри, это очень хороший фильм. На самом деле, самые лучшие фильмы, они не находятся в топе. Юрий будет дуть, дуть будет, Юрий. Вы один из тех людей, которые очень сильно помогли Масяне из интернета перейти на широкие радары. Андрюха Лошак, который был... Программа «Намедни» в тогдашнем НТВ была департаментом свежего воздуха. А департаментом свежего воздуха в программе «Намедни» был Андрей Лошак. Он вечно притаскивал какие-то новые темы, какие-то тренды, еще не ставшие трендами, что-то полуандеграундное. Не очевидное. В общем, все время был где-то в авангарде событий. И принес он тему Масяне. Сделали большой такой материал. Как сейчас помню название. «Кликни Масяню». Ну, в смысле, в интернете кликни и окликни. Войди с ней в диалог. Там внутри было много цитирований, разумеется. И какой-то ролик просто хотелось в результате всего этого рассказа посмотреть от начала до конца. И тогда была идея, что Масяня будет у нас как будто бы приложением, последним материалом всегда, закрывающим выпуск. По возможности этот ролик, этот мультик должен быть, ну, хоть чуть-чуть связанный с повесткой недели, которая до этого в программе была. Я написал такое представление в дирекцию. Ну, поскольку надо же было финансирование получить. Как сейчас помню, придумал это определение. Лирический дневник нашей современницы. И это прокатило. Что на медне дали Масяне? Что на медне дали Масяне? Наверное, какой-то более-менее профессиональный подход. Вот и все. Парфенов, он очень-очень хороший профессионал. Потому что что такое? Кого он привез? Кто мы такие были? Это какие-то питерские анархисты, хулиганы, которые на коленках делают тяп-ляп. И он притащил нас за уши и сказал, давайте-ка вы купите себе хороший компьютер, напишите сценарий и подумайте о том, что вы делаете, и создадите какую-то композицию, и все-таки немножко более серьезно отнесете к тому, чем вы занимаетесь. Вот так вот пришел и так вот сказал. И мы поверили ему, и попробовали, и хорошо. То есть он из говна делал конфетку. Такой пинок серьезности. Да, пинок серьезности отношения к самому себе. Как вы сами объясняете, почему это так заходило людям? Вот это, как вы сами описывали, стильная простота. Да, я так говорил. Там непросто сделано, конечно. Нет, это же кажущаяся простота. Это очень талантливо придуманный персонаж, во-первых. Потому что это целая вселенная, которая позволяла вбирать сюда все, что угодно. Мама, которая говорила «Александр, Масяня, не у вас?» Там грибочки, грибочки. Вася, конечно. «Водочка, не в курсе, не опять нажрутся». Вот романтический момент потерян. Этим голосом и этим персонажем можно было освоить любую тему. Это раз. Второе, конечно, это тип этой девочки, живущей в сети. Тогда же возникшие понимания. Третье еще, что лично грело очень меня. Не знаю, до какой степени это считалось публикой. Понимаете, начало двухтысячных. Питер — это место какого-то властного стрёма. Это путинская команда, какие-то чекисты, кооператив «Озеро». «Алло, здрасте, я из Санкт-Петербурга звоню». Что ж вы сразу с угроз-то начинаете? Вот в этом духе. Но я-то же знаю, что Питер другой. И Питер перпендикуляр Москве в смысле столичности. И я очень топил за любой питерский тренд, который частный. И в этом смысле Масяня как частный голос Питера очень-очень было здорово во всех отношениях. И по отношению к публике, и по отношению к противоходу вот этого властного тренда, в котором питерские — это новые хозяева жизни, это все суровое такое. А прям в первые годы путинской власти это уже ощущалось? Ну конечно, питерские, вообще вот это все. Но это того времени анекдот. Я из Петербурга звоню, что ж вы сразу с угроз-то начинаете. Ну когда кроме Касьянова вообще не было ни одного человека, который по Москве когда-то ходил пешком. Они сразу все богами перелетели и говорили про них… И ездили. Да, и про них же рассказывали, что они не знают, чего делать в выходной, и они летят в Питер, потому что не понимают Москвы, стремаются, поэтому сохраняют Слушкова, потому что что-то… Ну так про них говорили. Вы увидите своими глазищами восхитительный, раздолбанный архитектурный ансамбль. Сможете насладиться его задристанными собаками, садами и парками, вызывающими медленящий душу восторг. Мы проедем с вами по чудесным проспектам, забитым нищими алкашами и бездомными. Знаменитая серия «Масяни» про экскурсию в Петербурге. Угу. После этой серии был большой кипиш. Ваш заподозрили в том, что это политический заказ на тогдашнего губернатора… Это был первый кипиш. У меня, на самом деле, их много, разумеется, было всяких там, потому что все медиапроекты проходят через колючую проволоку. Это нормально в России. Я, естественно, проходил через колючую проволоку. Первый удар был именно после этой серии. До этого это была самодельщина, на которую никто не обращал внимания. А когда это стали смотреть все, первый кипиш был как раз по поводу этой серии. Собирались в суд подавать, собирались нас разгонять всячески, под всякую ответственность загонять. Но повезло, что как раз в тот момент была эта интернет-премия, такая тогда достаточно популярная вещь. И мне тогда дали там все призы сразу. То есть такие местные «Оскары» такие за интернет-деятельность. Статус стал бронёй. Да, и я как бы стал немножко повышенным статусом. Они решили сдувать историю просто потому, что это было бы слишком шумно. Поэтому как бы меня пронесло. А репутационно это был какой-то удар? То есть публика подумала тогда, что… Ну, нет. Мы думали независимый, а он бабки берёт от политиков. Нет. Как бы меня в этом никогда не подозревали. Потому что я был такой в доску свой парень, который как бы прозрачный совершенно. И никогда меня не подозревали в какой-то подкупности. И я очень надеюсь, что и дальше моя репутация будет такой. Тогда был Якоблев губернатором города. Да. И он тоже так считал, что это супротив него. Но это каждый второй питерский считал, что город в ужасном состоянии. Да и сейчас, я думаю, что примерно такой же процент петербургцев считает, что так чего-то подмазали фасады, а на самом деле везде гниль. Что, в общем, соответствует действительности. Ну, у нас же про всё. У нас про любое, что в плюс, считают, что это проплаченный позитивный пиар. А про любое, что в минус, считают, что это проплаченный отрицательный. Я думаю, что нет. Мне кажется, что это обычная мнительность. Потому что в особенности у нашей власти всегда представление, что… Ну, поскольку она сама знает, что позитив она проплачивает про себя. Значит, когда идёт негатив на неё, значит, это тоже кто-то проплатил. Заграница, недруги. Другая башня Кремля. И во многом, ты знаешь, вот сериал, который я сейчас делаю, он во многом остался в начале 2000-х годов. То есть, если что-то сейчас изменилось в Питере, я не хочу это туда вносить. На самом деле, потому что я считаю, что начало 2000-х годов, где-то вот с 2000 до 2010-го года, это самое лучшее историческое время в России. Тучные нулевые? Тучные. Да, на самом деле, вот суть реально из всей истории России, это самые лучшие годы с 2000-го по 2010-й. Расскажите, почему? Потому что гайки ещё закручивать не начали, 90-е бандистки уже кончились, и было достаточно свободное и приятное время, было куча проектов, которые начинались во всех концах России, и медийных проектов, и социальных, и всё так, все надеялись, что всё будет замечательно, и всё так шло к тому. Всё ушло такой вверх очень хорошо. Поэтому это время, оно было очень плодотворным, и мне бы хотелось, что герои во многом оставались там. В том смысле, что мне не пришлось вносить вот таких вот серий заново делать. Мне их совсем не хочется делать, вот такие мрачные и гадкие серии. Не хочется, мне хочется делать, как всё здорово и весело. Это понятный же комедийный проект. А что пошло не так? Что пошло не так? Что пошло не так? Всё пошло не так. И поэтому, на самом деле, пошли, да... А знаешь, что пошло? Я знаю, вот как сформулировать. Пошёл нормальный откат. То есть, в принципе, человеческая природа, она, знаешь, она консервативна. То есть, если ты вдруг резко меняешь свой образ жизни, там, переезжаешь в другой город и всё, тебе хочется обратно. Это нормальный, как бы, физический закон у нас такая у него. Когда кончилась и советская власть, многим захотелось обратно, хотя она им не нравилась. То есть, нормальный откат, то есть, ревизионизм. Это физический закон, да, просто... Тело, оно стремится к покою. Мне всегда очень жалко, на самом деле, что произошло вот так, как оно произошло, потому что... Вот в России же дохрена очень хороших людей, достаточно очень... Количество сил творческих, любых, дофига. Как бы могло быть хорошо? Знаешь, иногда я думаю, как бы могло быть хорошо? И как бы всё могло быть замечательно и довольно, и у нас была бы прекрасная демократия, у нас были бы творческие силы, и люди не уезжали бы, а наоборот приезжали бы. Могло быть, вот буквально вот... И было бы по-другому. Где-то. Про то, что вы говорите, какой бы мы могли быть страной, я всегда особенно грущу, когда я вижу приложение банковское русское, и вижу банковское приложение у кого-нибудь, например, там, английского банка или какого-то ещё, или американского. И я просто понимаю, одно невероятно технологичное — это у нас, а другое такое консервативное, там три кнопки какие-то. И вот в такие моменты я понимаю, как могло бы быть... — Вот! — Как могло бы быть? — Ты меня понял правильно. — Да, абсолютно. Для меня это самое... — Сколько сил, на самом деле, хороших в России, которые могут изменить жизнь, которые могут сделать её прекрасной, сколько программистов отличных, которые сейчас, блин, валят просто массово, могли бы сделать нашу жизнь лучше, и пытаются, несмотря ни на что делать. И действительно, приезжаешь в Россию, да, и ты видишь, как бы, технологически развитую страну, в принципе. По сравнению с Израилем даже, который, как бы, пытается изображать себя айти-гиганта. Вот. Но, тем не менее, да, до сих пор, там, Apple Pay только сейчас появился. — Да? — Серьёзно. Вот. То есть, она, на самом деле, достаточно консервативная. Да и, там, взять Голландию, там взять вот этот... Амстердам тоже достаточно, по сравнению с Москвой. — Ах! — Пойдёмте грустить дальше. — Вы переехали в Израиль в 2006 году. — Да. — Потому что ваша жена жила там. — Да, потому что у меня жена израильтянка. — Как вы познакомились? — Мы познакомились, там был некий фестиваль, да, куда приглашали. Там Бильжо приезжал, Артемий Лебедев приезжал, меня позвали как-то в тот момент самого актуального. И там был какой-то фестиваль, там был с какой-то коммерческой ноткой, на самом деле, неважно. И они собрали просто, там был хороший бюджет, и собрали всех российских чуваков интернетовских для того, чтобы, на самом деле, там какой-то провайдер, я уже не помню, кого-то там продвигать. Вот и я приехал. А моя жена, когда занималась пиаром, то есть она писала всем письма организации этого фестиваля, занималась таким образом, мы с ней познакомились. Потом мы занимались болтологией исключительно Ваське. Аська. У меня какой-то есть период, когда как бы Аська была основным просто средством общения с миром. Прошу прощения, пацаны, как думаете, титр надо будет давать, что такое Аська? А что уже кто-то не знает, что такое Аська? Это не так же давно было. ICQ. Я, кстати, свой номер ICQ помню до сих пор. Серьезно? Угу. Там девять цифр. Аська попала в историю. Хотя этот бизнес в результате закончился фейлом, да, и является собой образец, как не надо вести бизнес в интернете. То есть вот его финальные стадии, как можно просрать все на свете, я бы сказал. ICQ, на самом деле, извините, что я немного про себя, но это в моей жизни просто важнейший мессенджер, потому что с главной женщиной своей жизни, я когда знакомился, я попросил ее телефон и почему-то ICQ, потому что я всегда просил ICQ. И телефон я записал неправильно, а ICQ правильно. И только там я связался, и если бы нет, то вполне возможно огромного счастья не было бы. Та же фигня. Та же фигня. То есть у меня ICQ является одним из сватов, по сути своей дел. То есть потому что мы... Вот это... Чувствуешь, дергается внутри что-то. Это было еще совсем недавно. Это 21 век. Это 21 век. Это не история еще пока. Так, вы обболтали в ICQ. Да, мы просто обболтали в ICQ примерно года три. И настолько я понял, что как бы хватит уже болтать на расстоянии, это уже становится невозможно. И я поехал. Я поехал. И остался. Это был приезд не только по личным мотивам? Политический мотив там был? На тот момент не было политических, к сожалению, мотивов. Потому что в 2006 году все еще было достаточно. Хотя были... Были... Был первый украинский кризис. Если ты помнишь. А раньше революция. И ко мне приходили по поводу комиксов. Я там сделал какой-то комикс про Украину. Это был такой первый звоночек. Но он еще был недостаточно серьезным, чтобы прямо эмигрировать из-за этого. Поэтому у меня... Приходили. Это что такое? Ну, когда намекали через знакомых, что такие комиксы больше лучше не делать. Через знакомых? Да. Через адвоката, через юриста намекали, что лучше не делать. А там какой характер был? Ну, там был по поводу того, что там же был Ющенко. Помнишь такой хмырь? И что Россия, естественно, вмешалась в этот процесс. И что там был комикс такой типа детской игры, что нечестная игра, когда подсматривают, когда влезают и так далее. То есть был такой звоночек. Ну, не то чтобы я из-за этого звоночка прямо двинулся. На тот момент в 2006 году еще можно было в России делать все что угодно. Не было еще напряженки. Как часто за эти 15 лет вы думали, блин, ну нифига себе я правильно сделал? Блин, это бесчетное количество раз, просто чуть ли не каждый день, как только открываю российские новости. Каждый день читаете? Нет, не каждый. В последнее время все меньше и меньше, потому что это исключительно плохие новости. Ты понимаешь, что это немножко на здоровье влияет нехорошо. Ты знаешь, надо собираться с силами. Сейчас я почитаю российские новости. Сел, пошел на балкон, закурил, там устроился, чтобы удобно. Так, российские новости. Ну ладно. То есть так собираться как перед выступлением, чтобы не реагировать, не реагировать. Я не там, слава богу, я не там. Все хорошо. Когда вы гражданином Израиля стали? Ну, там какое-то время прошло, я же не еврей, поэтому мне пришлось проходить определенную ступенчатую процедуру. Пять лет, по-моему, заняло ли что-то такое. Но при этом у детей у вас уже израильские имена. Да. Они израильские, имена у них, и вообще они евреи, да еще и по галахе, то есть там же через мать передается. Поэтому они как бы такие стопроцентные евреи, хотя у меня у дочки явно немецкое лицо, но неважно. А у вас был, с женой вы обсуждали каким-то образом? Это будет Иван или это будет Юваль? Обсуждали, конечно, да. Ну, понимаешь, ивритские имена, и во многом иврит он очень такой поэтичный, поэтичный, очень хорошо звучащий, действительно хорошо. Юваль. Это же значит ручеек. Италия. Италия это означает роса. А я водолей. Тут такая игра, понимаешь, просто получается. Хотя не верю, там гороскоп и все такое, но вот водяная игра пошла. Мы плаваем вместе. Вы не еврей? Нет. И вы выучили иврит? Да. Ну, просто по любви. Ну да, потому что это место, в которое я приехал жить, окей. Будем жить здесь как надо. Что, если бы я приехал в Грецию, я бы выучил греческий? Ты же живешь в этой стране, ты должен знать этот язык. Конец 80-х, начало 90-х. Вы тучили в таком месте, как Сайгон. Ну да, поймал пару лет. А что это такое, если коротко? Это главное хиповское место. На самом деле, придя из армии, я решил, что обычной советской жизни я жить не хочу, потому что, ну, это смешно. Ты вырастаешь в таком парнике, думая, что, как бы, у нас такая замечательная все страна. Ты, конечно, бежишь через двор, но, в принципе, английская школа, потом физико-математическая школа и такой, как бы, немножечко парниковый мальчик такой, который держали и выращивали под большим-большим зонтиком. А после армии ты понимаешь, что, как бы, мир, он вообще другой, и твоя страна вообще другая, и отношения среди людей, в общем, достаточно зверские. Поэтому я не захотел уже жить обычной жизнью, и, как бы, растворился в пространстве, постепенно войдя в, как бы, такую хиповскую тусовку, разъезжая по стране автостопом. И в основном по Прибалтике, конечно, но также по Украине, там, отчасти на юг России. Катались и ездили с тусовки на тусовки, с вписки на вписку. Обычное дело. А, то есть просто автостопом вы едете, чтобы что? Чтобы добраться до следующего города, где опять потусоваться с местными хипонами денёк-другой, приночевать на списке и отправиться дальше. Чисто такой американский такой... романтический трэш. На что вы жили? Ни на что. Денег обычно не использовали. Во-первых, в Пончиковах всегда остается много пончиков. и в прочих удличных едальных. И кроме того, АСК. И опять же, музыка. То есть на что, на что? На что придётся? Как-то в Советском Союзе, как бы, деньги не особо были нужны. То есть нужны, конечно, но можно и без них. А Пончиковых остаётся? Это чисто вот как расходный материал? Нет, просто люди заказывают шесть Пончиков и съедают пять. Они же люди все жадные. Они берут шесть Пончиков, хотя хотят пять. Да, и вы подходите доедать? Да, просто забираешься. Это же не мусор. Это просто человек оставил. Ну там много было методов. Это же чисто хипанские методы по выживанию. И они на такие уж, на самом деле, сложные. Меня мучает вопрос. В серии Трандеса... Трандесканция. Спасибо. Это Цветок, я правильно понимаю? Да. В этой серии, где, собственно, название только ради прикола в конце... То есть, прикинь, про пароль она мне просто нагло наврала. А за пять минут между звонками она спешно потёрла все мессенджи. И только потом сказала пароль. Прикинь. Что Масяня стёрла из своих мессенджеров? Угу. За что Хрюндель всю серию сидел у неё на мозгах? А вот, ну, the point. Это не в этом дело. Понятно. На самом деле, я даже сам не знаю, что там было. Это ситуация, которая создаёт напряжение. Вот тот самый пресловутый драматический конфликт, да? Она создаёт напряжение. Разрешать это напряжение в данном случае не нужно. Я понимаю, что общая идея — это показать, что мы часто напрягаемся из-за фигни, когда вокруг происходит ужас, на который мы уже не обращаем внимания. Традисканция имеет ещё один подтекст. Дело в том, что традисканция — это было такое стандартное советское растение, которое висело там в детских садах, в школах, везде. Никто не гнал их название, как традисканция какая-то висит. Почему-то традисканция проникла в русский язык и долго употреблялась, как просто название какого-то растения, которое, хрен знает, в углу давно висит. Вот был «Фикус», это где-то в 50-х годах ещё до меня. А в моё время, когда я был маленький, была традисканция. Поэтому в этом есть чисто такой... А, это типа синоним чего-то, на что всем всё равно. Да, чего-то такого, на что никто только внимания не обращает, на которое всё время присутствует. Ну, на самом деле, всегда встраиваешь такую игру слов для того, чтобы появлялись новые смыслы. Да, понятно, что это серия про то, что мы паримся за мелочей, когда вокруг жесть взрыва и металлические проходы к детскому садику. Но! Это же как в основном инстинкте, кто убийца. И куча теорий относительно того, кто же убил. Ну, у вас в голове есть ответ на вопрос «Хучёного стёрла»? Есть. Не скажу. Давайте я попробую угадать. Я посмотрел его в комментариях. Я посмотрел в комментариях, не буду скрывать. Масяня кому-то из своих там друзей-подруг писала что-то очень хорошее про Хрюнделя. И чтобы он это не увидел, и не увидел её с такой неожиданной стороны, а знал её по-прежнему как жену, которая называет его козлом регулярно, она это удалила. Хорошая интерпретация, она мне почему-то льстит. Хорошая интерпретация, потому что на самом деле всё гораздо хуже и неприятнее, но вот это очень приятно. А с сегодняшнего дня это будет официальная интерпретация. Как-то глупо разводиться из-за чата. Ну тогда заткнись уже просто. Людер, беги скорее, там ещё пятеро бегут. Давай-давай, живо-живо-живо-живо. Продукты не урони. Не наступи, тут лужа со смётками. Заляпаешь дома пол. Насколько на второй фон этой серии влияла ситуация в Израиле? На самом деле не израильская ситуация там влияла. Это было время, когда в Париже, помнишь, какие-то хмыри, разъезжали и стреляли из машин по кафе. Была такая ситуация, то есть возникло ощущение, что нигде не спрятаться, что это скоро войдёт в нашу жизнь. Надеюсь, это моё предсказание не сбудется. Но вот в израильскую жизнь это уже вошло давно, как ты понимаешь. А начинаешь смотреть, что Израиль в последнее время становится как раз, наоборот, безопасной зоной. А вот в Европе и где угодно это может ни с того ни с сего произойти, и спрятаться некуда. И вот поэтому была такая серия сделана, как люди, которые привыкли к этому катастрофическому совершенно развитию событий, и начинают заниматься какой-то своей обычной жизнью просто как бы. В Израиле же так и есть. У нас есть в новых домах бронированная комната. Никто к этому не относится как-то необычно. Все привыкли к этому. В новых домах строят бронированную комнату с железными ставнями, чтобы прятаться, если будут ракеты. У вас такая есть? Да, есть. Как она выглядит? Это комната, в которой бетон, а внутри там железная прослойка, металлическая стена. И железные ставли, и вентиляция даже есть на случай, если долго придется сидеть в этой комнате. И если попадает ракета, то не разрушается фасад? Фасад-то как раз разрушится, но ты в комнате останешься жив. Может, конечно, обосрешься от страха, но жив останешься. И мало того, в последнюю войну у нас упала ракета прямо около дома. Вы написали тогда в Facebook, в соседний дом прилетела ракета от друзей Путина. Друзья Путина — это Хамас. Который ездил в Москву, ты знаешь. Поэтому я так написал. Вы были в защищенной комнате? Да, естественно. А сколько вы там просидели? Сколько дней обострения шло? Обострение достаточно коротким было, потому что они пытались пробить железный купол, поэтому запустили одновременно все, что у них было. Там, не знаю, 400 ракет или что-то, и все это одновременно. Такой концерт был в небе. Раньше такого не было. И действительно парочка упала. Одна у нас упала прямо на улице, прямо перед нами. Было, конечно, весело. Сколько у вас этажей в доме? Шесть или семь. А, то есть в таких многоэтажных, многоквартирных домах есть вот эти стальные дома? Есть, да. То есть это уже закон, обязанный в новых домах в каждом доме строить. И это такая бытовуха, текучка, что никто не обращает внимания. И многие даже не знают, что так происходит. И мы об этом особо не рассказываем. Это обычное дело. И таких много правил, которые... Вот, грубо говоря, мой мультфильм отчасти воплотился. По крайней мере, пока что только на Израиле. Я надеюсь, что он не распространится на весь мир. Что это не станет обычным явлением. Что они начнут, не знаю, в России строить бетонированные комнаты. Надеюсь, что этого не произойдет. У меня не было никогда разочарования в каком-то выпуске материала. То есть временами это было так, что... Ё-ка, у нас там такое... Ну вот утром, в воскресенье, когда смотришь перед показом на орбиту... Тут надо погвязывать гансу к чему-то. Линзы вставлять. И... Ё-ка, у нас... А потом, когда оно выходит... Ну, сидишь на этом прямом эфире на Дальний Восток. Та-та-та-та-та-та-та-та. С ним поговорил, все. Ну и остаешься, естественно, не выходишь. Хотя ничего нету, там после этого только титры. Ну, естественно, в видео смотришь. И смотришь тогда, когда в монитор как зритель... Блин, а что это мне сначала не зашло? Как же... Ох, здорово лихо. Я вообще это просмотрел. Угу. Как сами дети говорят про войну? Это очень интересный момент, на самом деле. Дети, которые вырастают с войной в голове. Ну, ты знаешь, это, конечно, травматично с одной стороны. С другой стороны, вырасти в Питере в веселом поселке гораздо более травматично. Серьезно, то есть мое детство было гораздо более травматичным. Почему? Потому что я вырос в районе, который криминальной точки зрения не очень хороший. Это так мягко сформулировать. Ну, это абсолютно гопнинский район такой промышленный, из-за одних новостроек состоящий. И на улицу там было выйти можно только очень с большой осторожностью. Потому что пройти через весь квартал от одной улицы до другой — это нереально. Так что, как бы, израильские дети в этом отношении живут совершенно в легкой версии травматизма. — Они задают вопросы, там, помиримся ли мы когда-нибудь? Сможем ли мы когда-нибудь в гости? — Ты знаешь, они это отделяют от людей вообще, в принципе. Для них это тоже такое условие жизни, с которыми они выросли. Они не сочетают это, потому что арабы кругом ходят нормально, и евреи кругом ходят, и арабы учатся в одних школах. И, в принципе, вполне, на самом деле, сосуществуют. И это есть идеология, да, вот этот экстремальный ислам, да, который всё это, собственно, затеивает и устраивает. С арабами проблем нет. То есть это такие же люди, как и все. Есть идеологические штуки. Как коммунизм был идеологией, так и экстремальный ислам — это идеология. От идеологии надо избавляться вообще от всех. — Это всегда плохо? — Да, по опыту — да. То есть люди пытаются создавать новые идеологии, которые помогут им быть счастливыми, а по факту происходит хреново. Почти с каждым вариантом. В этом году, в самом его начале, вы срезонировали с серией «Доппельгангер». — Эй, чувак, чё за дела? — Я видел, вы начали писать «Наф». Что вы хотели написать? — «Наф», наверное, я начал писать «Назерное», «Назерное». «Наверное, я успею», хотел я написать. — Мне немножечко помогло в том, что я в этом не нахожусь. Поэтому я могу над этим стебаться, потому что, насколько я полагаю, тем, кто в этом находит, это немножко грустно. А я как бы, поскольку со стороны, и меня это лично не касается, я этим пользуюсь нагло. Поэтому я могу со стороны посмотреть и постебаться. А я думаю, что если бы я остался в России, наверное, мне эта тема была бы не столь веселой. А вот как бы финальный результат посмотреть хорошо. Поэтому просто стеб, просто стеб от человека, который может смотреть из космоса. — Вы говорили, что сценарий, примерно похожий на то, что собой Деппельгангер представляет, у вас лежал давно. — Да, такой метод работы, на самом деле. У меня сценариев одновременно в работе примерно штук шестьдесят. Одновременно, то есть там в разной степени дописанности. Один там, только один абзац или какая-то идея, некоторые почти полностью написаны. А потом время приходит и говорит, а вот этот сценарий как раз подпадает под то, что происходит сейчас, как и было с Деппельгангером. То есть у меня, на самом деле, этот сценарий был еще лет пять, наверное, на самом деле, написан. А когда пошли вот эти вот как бы финальные окончания протестов, то больше их не будет, то и появился этот сценарий, как бы стал актуальным. То есть я его сначала пишу, потом будущее его выдвигает. — Вообще там очень много пророческого. Он все время… Нет, он, конечно, тонкий трепетный художник. У него все время из-за своеобразия этого резонанса… Ну, кто эту Масяню воспринимает всерьез, да? Вроде кажется, что хихонький-хахонький. Это просто способ так резонировать. Это ваш любимый магазин комиксов в Амстердаме? Да, это любимый магазин. Он довольно старый. На самом деле ему лет двадцать, наверное, или что-то типа того. То есть, насколько я помню, он всегда здесь был. И, естественно, еще до возникновения интернета это была просто такая мека в Амстердаме, куда собирались… Сейчас, грубо говоря, комикс можно скачать при большом желании и опять же купить в цифровом виде. И к мультфильму я пришел именно к стремлению утрировать. И мультфильмы так делают, что ты берешь реальность и утрируешь. А это вот как раз то, как это делают все остальные люди. То есть, комиксная культура – это культура утрирования, прежде всего. И через ультрирование понимание происходящего гораздо лучше. Ну, карикатура, ты же знаешь, как вот на нижнем уровне работает карикатура, когда ты делаешь что-то. Карикатуру, ты наконец понимаешь, что происходит, когда утрируешь. О, классный. Блин, дорого. Акварельные комиксы, прикольно. Короче, тут сокровищница, просто сокровищница. «Танггел», обожаю «Танггел», надо «Танггел» поискать. Не смотрел фильм «Танггел»? Был такой фильм про аккалиптический мир. Ну, там художник просто был хороший. То есть там сюжеты так слабоватые довольно-таки, но нарисовано очень классно. Вот в комиксах фантазии гораздо более безграничны, чем в обычной литературе. То есть там всегда можно найти именно неожиданные ходы сюжетов, совершенно непонятные атмосферы, совершенно непонятные миры. То есть, опять же, фантазия просто гораздо больше, чем обычное кино. Это как сейчас… Вы читали текст BBC про цензуру в русском кино? Очень советую. Там просто полный трэш. И как раз один из ходов, каким образом художники сейчас пытаются все-таки поделиться с миром своими мыслями — это фэнтези. То есть все как в Советском Союзе, как Стругацкие, которые вот так творили, а так и сейчас тоже пытаются делать. Ну, это не только как бы убегание от некого политического контекста, но и вообще от стереотипизации вообще жизни. То есть, естественно, человек попадает в некий стереотип и некий паттерн, даже просто живя обычной жизнью, работая в офисе, да, а вот взяв такой комикс, он перемещается в совсем другой мир, совсем другими понятиями, совсем другое измерение. Это отдушина. Отличная, прекрасная отдушина. И это помогает оставаться живым, снимать ограничения фантазии из своей жизни и выходить за ее границы. И, кстати, это очень здоровый метод, в отличие от других. — Не бьет по печени и мозгу. — Не бьет по печени совершенно. Поэтому рекомендуется. — Ну, вряд ли настоящий Бэнкси. — Может, и настоящий, вполне. Потому что Амстердам — очень левый город, и Бэнкси здесь списывается как нельзя лучше. Я не люблю стрит-арт. Я отношусь к нему с уважением, но я как бы больше люблю, не знаю, того же Ван Гога, там, у Трилла какого-нибудь, чуваков из начала XX века. Они мне как бы больше близки. У них больше подтекстов, у них больше второго, третьего плана и так далее. Они гораздо сложнее, чем Бэнкси. Бэнкси все-таки… Ты знаешь, вот как бы для меня это попса, по большей счете. То есть попса другого уровня. Не то, что там Филипп Киркоров и прочее, а уже попса такая как бы… Попса авангарда. То есть она все время расслабится и разветвляется, это понятие. — Попса не всегда плохо? — Нет, не всегда плохо, разумеется, но это шоу именно с эстеблишментом, это шоу-игра с тем арт-рынком, который есть на данный момент. Он с ним играет в кошки-мышки. Это хорошая игра, хорошая игра. Просто это не мое. — Кто ваш любимый художник из когда-либо живших на планете? — Гюнтер Юкер. Я понимаю, что тебе ничего не говорит, это человек, который делал скульптуры из гвоздей. Гюнтер Юкер появился в Москве, кстати, в начале 90-х. По-моему, это была выставка, одна из первых современных художников, которые стали выставляться в Москве. Я поперся в Москву, что я очень не люблю, но именно на эту выставку, которая оказала на меня очень сильное влияние. И до сих пор, на самом деле, я помню прекрасно все, что я там видел. Знаешь, вот опознавательный знак, что тебе это понравилось, что ты все помнишь. Вот все помнишь. Ты можешь пройти в музей Ван Гога, восхититься всем, но, блин, через неделю уже ничего не помнишь. Это значит, что, на самом деле, никакого впечатления не было. А я прекрасно помню, что там происходило. Но, понимаешь, в живописи, на самом деле, визуальный момент не так важен. Важна фантазия художника, насколько он способен делать неожиданные для зрителя вещи, насколько люди просто удивляются. И в этом и состоит, на самом деле, всякая привлекательность, когда тебе просто не можешь понять, почему и откуда это возникло, такая мысль, и каким образом человек думает и мыслит, что вот такое ему приходит в голову. То есть просто элементарная фантазия. Чем лучше у человека фантазия, тем он лучше художник. Простое правило. Мы сейчас в комнате вашего друга, который живет в Амстердаме. Но вы сказали, что никто в этой комнате не останавливался так часто, как вы. Вы сюда приезжаете, в том числе, писать. Я всё время здесь рисовал. То есть я приезжал сюда именно рисовать, заниматься живописью. Потом, в последнее время, в 2000-е годы, я стал приезжать сюда писать сценарии. Поскольку достаточно громадной частью сейчас моей работы, ну кроме Масянина, есть написание сценариев. Я пишу всякие сценарии. Это тоже такая работа. То есть я скатываюсь. К старости, я, видимо, приведу только на сценарии. Хотя, конечно, хотелось бы вернуться к живописи, но как живописец я не очень, видимо, хороший. Вот та картина ваша? Да. Понимаешь, это символизм, когда ты пишешь некие фигуры, которые воплощают из себя некие чувства, эмоции и тенденции. Если ты пишешь какой-то, ну как танец, который выражают при помощи поз, при помощи движений, при помощи тела. Это один из аспектов. И в живописи ты можешь таким же образом двигаться, то есть изображая жесты, изображая мимику, изображая искажённые фигуры, и при этом создаёшь определённое настроение, определённые темы, которые ты хочешь довести. Понимаешь, живопись – это другой язык. То, что ты не можешь… Наш же язык, ну ты знаешь, мысль, выраженная ложь и так далее, потому что наш язык, он очень простенький такой, и он не очень создан для передачи сложных эмоций и сложных переживаний. Про человеческий или про… Вообще про человеческий язык. Вообще про человеческий язык. Ты должен однозначно формулировать многие вещи для того, чтобы другой человек тебя понял. Ты не можешь передавать свои эмоции, кроме достаточно грубых описаний. А живопись – это многослойные. А живопись – это другой язык, который, да, может позволять тебе передавать двухслойные, трёхслойные, четырёхслойные и даже бесконечно слойные. Это как-то современная физика. Я когда был в музее Уфицы, мне рассказывали, в общем, чем Микеланджо отличается от Рафаэля и всё остальное, и вот из всех этих рассказов я понял, что мне ближе всего Караваджо. Потому что это строго… Если вот совсем просто, на моём чайниковском языке, это такой вот документалист того времени, который пока все рисовали жен зажиточных чуваков, он рисовал проституток и вот просто вот эту вот падшую-падшую жизнь. Ну, Тулуз Латрек. Что? Тулуз Латрек. Это такого уже примерно стиля художника, только из эпохи, опять же, импрессионистов, который рисовал вот проституток, там, танцовщиц и так далее. Это один из самых известных художников эпохи импрессионистов, который, да, вот рисовал как бы такой нижний мир. Это не моя тема, потому что это, опять же, социальная тема. Художник не должен быть социальным. Он может быть на здоровье, но главное для художника всё-таки эстетика и фантазия. То есть, если ты выдумываешь свои миры, с моей точки зрения, свои миры. Если ты строишь, значит, ты каким-то образом влияешь на этот мир. Если ты всего лишь копируешь мир существующий, ты на него никак не влияешь, и со временем ты отойдешь в тень. Какие миры выдумывал Микеланджело? Микеланджело был декоративным художником. Декоративные художники не выдумывают миры. Миры выдумывают художники, которые, да, и изобразили и визуально, и стилистически, и сюжетно делают что-то такого, когда ничего еще не было. Например? Ну, Пикассо, кстати, про которого ты хотел поговорить. Самый яркий пример, пожалуй, который выдумал совершенно небывалый мир, который существует, правда, на плоскости, но и в скульптуре тоже, кстати, то есть и в 3D он прорывался, но он сделал мир, который его не было до этого. А все наши, весь русский авангард. Это же просто взрыв атомный. Просто взрыв атомный. — Ну, не специально. — Пошло, да. Пошла волна. То есть действительно взрыв как бы нового видения мира, новых мировоззрений, новых представлений об искусстве, новых представлений о будущем — это же была просто чума, которая на самом деле во всем мире до сих пор изучается и не исследован. — Бывают ли у вас какие-то сомнения относительно того, имеете ли вы право делать карикатуры на страну, на жизнь в стране, в которой вы давно не живете? — Художник может делать что ему угодно. Вообще. Это же художник. Он не делает ничего плохого. Он делает... Он занимается творчеством. Поэтому, в принципе, художник имеет право делать все, что ему угодно в своей области. Картины рисовать, можно рисовать все, что угодно. Никто не приходит к художнику со списком. Так. Ты начинаешь рисовать, только вот тебе список что-то не можешь рисовать. Сверься. Он ничего не будет рисовать после такого. А сейчас, на самом деле, даже не то, что российская цензура. А ты же знаешь, что сам интернет полон разнообразной цензуры. И бедный художник как бы уже думает, а может не с вас вообще в интернет. Я буду выставляться где-то там у себя. Вот живет человек в Амстердаме. Здесь много таких, на самом деле, выставляются где-то здесь неподалеку. Они тусуются, они обсуждают и не идут в интернет уже. Интернет становится уже такой достаточно токсичной зоной. В интернет уже выходить со своим что-то сделанным уже опасно. Потому что можно на полицию нравов наткнуться? Да этих полицей будет штук 60, как минимум. А то и 200 разнообразных полиций. Нравов там, не знаю, цензур там, не знаю, каких-то возрастных категорий, копирайтных, лицензионных, там еще какие-то кучи придурков, которые просто собираются у тебя деньги содержать на самом деле. А некоторые еще просто от идиотизма, с разными ограничениями. И вот они сейчас все в интернете, все вот так что-то нарисовал. И собирается еще несколько тысяч обсуждающих. Идите во все в жопу, блин. На самом деле уже, да. К сожалению, причем другого интернета у нас нет. Вот что печально. У вас сейчас говорит человек, который застал самое начало интернета. Это же надежды какие были. Даже больше, чем на восстановление России в рамках нормального государства. И на самом деле одна из надежд. Потому что интернет это был зоной, где люди, в общем, достаточно были не глупые. И это была зона свободного творчества и свободного общения. И все очень надеялись, что как бы при помощи интернета, наконец, люди во всем мире помирятся, грубо говоря. Договорятся. Начнут говорить на одном языке. Понимать друг друга. Потому что, ну, ты знаешь, надо разговаривать. Мы друг другу поймем. Не надо конфликтовать. Не нужно воевать. Давайте поговорим. И вот появился средство, что мы наконец можем поговорить между собой, между странами, между политиками, между художниками. И вдруг это средство, как бы, побыв буквально 10 лет, там, 15 лет нормальным, действительно свободным, превращается в токсичную зону. Ядовитую такую зону Тарковского просто. Где сталкеры такие ходят, типа, о-о-о. Я снял пару видео, и уже на мне висят, там, 10 цензоров или 10 ограничений, или что. На мне суд на что-то там подается, о чем я даже не догадываюсь. Давайте уточним. Вы же имеете в виду не только политическую цензуру, например, России. Не только, да, естественно. Цензуру Фейсбука, которая запрещает некоторые слова, там, некоторые... Да, она тоже довольно жесткая в последнее время стала. И на Ютубе, и на вот это... Ввели, допустим, детский контроль на Ютубе, да? Да. Что детские видео не монетизируются. То есть там тоже контроль ужесточается. Чем больше становится людей в интернете, тем больше становится жестче контроль. И там уже, на самом деле, что-либо делать опасно априори. И это интернациональная проблема? Это интернациональная проблема. Просто в России на нее еще наслаивается политическая цензура. Которая даже более неприятна, потому что из Фейсбука тебя просто забанят на неделю или на месяц. И, ну, как бы, физически ничего страшного не будет. А политическая цензура, она тебе угрожает реальными неприятностями. А, кстати, про скорость интернета. Знаете, что... Есть концепция, что современное поколение молодежи, оно гораздо более холодно относится к сексу, чем, например, наше поколение. И это тоже связано со скоростью интернета. Потому что мы... Ну, у нас порно. Оно грузилось долго. То есть для тебя, чтобы посмотреть даже какой-то короткий ролик, это нужно было, ну, прямо вот ждать... Есть такой момент. Отсутствует интрига. Отсутствует интрига. Ты, в принципе, можешь зайти в интернет и через пять минут найти ну все, что угодно. Если ты, как бы, знаешь, как это делается, ты ну все, что угодно можешь найти. Никакие ограничения тебя не остановят, в принципе. И никто не ищет. А какой смысл искать, если так легко? Это слишком легко. Человеку же не нужна цель. Чему человеку нужен сам процесс. То есть гораздо был интересен процесс поиска, чем, собственно, получение. Если у тебя есть все готовенькое на блюдечке, это неинтересно, ты же знаешь. Вы сейчас не про интернет говорите? Про все на свете, да. Про саму жизнь. Про все на свете. Как часто вы пишете картины? К сожалению, в последнее время редко. Просто потому, что я действительно занят анимацией плотно. И сейчас же, опять же, я нахожусь в таком очень интересном состоянии, как производитель медиа. У меня же нет больше спонсоров, у меня нет больше продюсеров, у меня нет больше никого, кто контролирует мне, что я делаю. Я просто смертельно счастлив тому состоянию, в котором я сейчас нахожусь. И вся история, вот эта 20-летняя история сериала, она велась к этому. И я очень благодарен тому, куда идет прогресс. Он хорошо двигается, главное не мешать. Потому что я работаю на Патреоне, и меня поддерживают зрители. То есть я финансово завишу только от зрителей, которые меня поддерживают. То есть у меня нет больше... Это же как было изначально. Всегда ты искал какого-то спонсора, ты искал какого-то рекламодателя, который тебе давал деньги, который что-то кривлялся, что ему не нравилось, что-то написал в сценарии. Это все время был некий контроль, но не то, что прямой, но все равно был некий контроль над художником. Давай абстрагируем эту ситуацию. Есть художник, есть продюсер. Вот этот вечный конфликт 20-го века. Художник и продюсер. Коммерческая составляющая и художественная. И этот конфликт длился весь 20-й век, начало 21-го. И вдруг в 21-м веке при помощи технологий художник пеу, и остается один без продюсера. И начинает делать все, что хочешь. И вот есть краудфандинг, это поддержка, которая позволяет зрителю просто поддерживать тех художников, которые ему нравятся. Без продюсера, без коммерческой составляющей, прямой. Это здорово, блин. Пипец, как здорово. Давайте про эту экономику чуть-чуть поговорим. Вы несколько лет назад говорили, что одна серия Масяни стоит около 4-х тысяч долларов. Ну, сейчас уже больше, да. Инфляция такая... Ну, где-то 6 тысяч будет одна серия стоить. Это то, что просто позволяет как бы нормально существовать. Ну, а что в эти деньги входит? Это просто ваши деньги на жизнь? Это просто моя зарплата такая же, как у всех. Потому что Израиль — страна дорогая, и там, если у тебя меньше 5 тысяч в месяц, ты бедный. Серию вы делаете сколько? Месяц, три недели? Ну, месяц. Месяц, да, примерно. Делаю, естественно, все зависит от такого сценария получится. Это от многих факторов зависит, но я пытаюсь. То, что прилетает от Патреона, покрывает эту сумму? Нет, не совсем, но где-то... Ну, это чуть меньше. Но я вот нарисую, акварельку продам, или сделаю какой-нибудь маленький мультфильм куда-то, или напишу сценарий кому-то. Добиваю. Из чего еще складывается ваш доход? Вы по-прежнему пишете картины иногда? Да, да, бывает. Сколько может стоить ваша картина? От 500 долларов, если это акварелька, до 3-5 тысяч, если это хорошая масляная работа. Недорого, на самом деле. У вас есть в жизни самая дорогая картина, которую вы продали? О-о-о... Нет. Мультфильмы уходили дороже. Угу. Так. Еще вы делаете рекламу, в том числе с Масяней, но она просто выходит... Сейчас не делаю. А, вот то, что у вас на сайте лежит... Это был период, да, когда мне приходилось делать рекламные мультфильмы. Не то, чтобы я это так уж сильно не убил, я это делал хорошо и с приколом. Песня про пельмени отличная? Да. Не-не-не, я тоже это делал с кайфом. Я пытаюсь все делать с кайфом. Это мой девиз по жизни. Главное, делать с кайфом, тогда хорошо получится. Сейчас вы не делаете такие ролики? Нет, сейчас не делаю. Хотя, если какой-нибудь друг напишет и скажет, ой, у меня бизнес, помоги, может, я и соглашусь. Сколько вы возьмете за ролик, где Масяня что-нибудь рекламирует? Тоже, на самом деле, недорого. Мне труднее время выбрать, чем оговорить цену. Ну, три тысячи, четыре тысячи, может, пять тысяч. За пять тысяч долларов Масяня может рекламировать... Да, но только с одним условием. Я делаю, что хочу. У вас же было предложение в 2019 году коммерческо сделать мультик с Масяней про конфликт вокруг храма в Екатеринбурге. Да, было, было. Но у меня таких, честно говоря, предложений было масса, поэтому я даже не помню толком. И что реально было? У меня чуть ли не про каждый. Началось... Что Масяня должна была вступиться за то, что храм должен быть построен в сквере. Да. Ну, я не помню, какая сторона мне пыталась заказать. Вы рассказывали, что те, кто за храм в сквере. По-моему, за. Я уже даже не помню. Началось это еще в 2006 году, когда ко мне образился господин Березовский. Серьезно. На тот момент он был... Это вообще история пипец труба глупая, на самом деле. Мне заказали мультфильм. Приехал какой-то местный израильский чувак. Я на тот момент еще в Израиле как бы еще вообще ничего не понимаю, вообще что происходит. Говорит, есть для тебя работа хорошая, обычная работа, ничего сложного. Просто мультфильм сделать. Ну, давай съездим к заказчику, обсудим. Ничего не сказал. И, значит, мы едем, приезжаем. Какой-то отель, какой-то роскошный. Там у нас есть, естественно, богатые отели. Я не обратил внимания. Они же как бы придурки с деньгами. Они такие все. Им надо попижонить. Приходим. И он говорит, вон там, в том номере иди. Я захожу, а там Березовский сидит. Я оттуда просто далдеру, просто решу, что это что-то, какая-то подстава совершенно несусветная. Я встречаю человека, который меня привел. Говорю, бежим. Там Березовский сидит. Бежим отсюда. Он говорит, что это он и есть, это и есть заказчик. Иди, иди, иди. Что? Это же как бы кислотное болото же какое-то для меня просто. С человеком таким даже нельзя говорить вообще. Почему? Ну, потому что несет крышу. Зачем? Это вопрос психологического здоровья. Моего. Потому что с такими людьми даже нельзя говорить, если какие-то такие попадаются типусы из этого кислотного российского политического болота. Нет, это даже общаться с ним нельзя. Если хочешь оставаться психически нормальным, нельзя даже с ними общаться. А там на тот момент какой-то грузинский выбор был. Какой-то Швили там был, которого поддерживал Березовский. И он хотел сделать какие-то мемы, которые были бы за этого, в том числе пытался меня привлечь. Там как бы no chance. No chance вообще. Я бы не собирался. Никогда бы этого не стал делать. Потому что... То есть вообще... И я просто удрал. Не, пообщались. Он долго что-то говорил. И я чувствую... Знаешь, тут 12 стульев, помнишь? Пора удирать. Я его слушаю, а у меня только эта песенка в голове. И в какой-то момент, когда он там что-то отвернулся, я просто встал и исчез. Просто ушел. Просто встал и ушел. Я представляю себе, конечно, его картинку, когда он что-то гонит, оборачивает нас. А место на диване пустое. Но именно так и было. Потому что я понял, что как бы... Я больше не могу изображать вежливость и все такое. Просто... Нет, это надо соблюдать действительно психологическую гиену и просто уйти. Я так и сделал. Просто взял и ушел. Все-все. То есть вот так вот обернулось участие Масяня в политических каких-то хрениях. В 2019 году многие удивились, когда увидели, что вы через Фейсбук ищите работу. Да, был такой момент. Что это такое было? Правда, даже не было Патреона. Еще не организовалась Патреон. То есть у меня, по крайней мере, не было еще Патреона. И мне реально было не на что жить. Прямо настолько? Да. То есть у меня не было работы. Я продолжал делать Масяню, но чисто по своим соображениям. И у меня такие возникают все время. На самом деле время от времени ситуации возникали все время. Как она разрешилась? Разрешилась, да. Мне сделали хороший заказ на сериал. Который я не могу озвучить, но... Я вот два года потом делал. А потом еще Патреон подспешил. То есть я запустил Патреон и оказалось, что там... То есть у меня, допустим, коллеги другие анимационные пробовали открывать Патреон, но убирали недостаточно денег. А я открыл и набрал достаточно денег. Планируем. А вы смотрите, вы писали... То есть вам поступил заказ на сериал, который еще не вышел и, видимо, даже не снимается? Нет, он снялся. В качестве пилота он уже наличит. Но это англоязычный проект. О! А для кого? Для Нетфликса? Ты выпускаешь для стриминга со форума. А уж кто уж купит, это уж как получится. На английском языке? Да. Это было на английском языке проект. А вы пишете на английском? Да, я сценарий писал сразу на английском. Насколько свободно? Когда переводишь, это получается не совсем правильно. Насколько он свободный у нас? Ну, когда ты пишешь сценарий, у тебя есть время подумать. Поэтому, наверное, я нормально писал. У меня, опять же, был консультант, который мне помогал исправить. Но я почти все правильно писал сходу. Вы сериалы на английском смотрите? Да. В оригинале и книжки читаю. И по-немецки, и по-английски, и на иврите. Вы были одним из основателей группы «Сплин». Ну, я не был одним из основателей. Сашка как был, так и всегда и остался. Просто они у меня играли дома, естественно. Я играл с ними, да. И вся тушня происходила у меня дома. И поэтому там первые два-три года в основном все это каждый день встречались у меня в квартире. И первые концерты, естественно, я в них участвовал. Но это был какой-то короткий период, поэтому я не считаю, что можно считать меня каким-то там членом группы «Сплин». Нет, в основе все начинают со своим приятелями, а потом уже собирают настоящих музыкантов. А вы на чем играли? Я на духовых играл. Ну, во-первых, я музыкальную школу еще закончил, к тому же. Так что я музыкальную грамоту знал и играл на клавишах. Но нужен был духовик — я играл на флейте и кларнете. Вы же режиссер их клипа первого. Ну, не то чтобы режиссер. Это мой первый опыт в анимации, на самом деле. Я брал аквариум, клал сверху альбомный лист, рисовал, а в аквариуме внизу лампа. Такой вот импровизированный просвет. И сверху другой бумагой. То есть ты видишь предыдущий лист и рисуешь. Там было нарисован… Было такое параллельное кино, такое движение. Если ты его когда-нибудь слышал, может быть. Это конец 80-х. В СССР было такое движение параллельного кино. Это такие киноавангардисты, которые с 16-миллиметровой камерой «Красноярск» снимали совершенно авангардистские фильмы, где все там трещало, бегало, летало. На самом деле жалко. Где сейчас такие экспериментаторы? Вот где они? Они, конечно, делали говно в основном, но они просто смело экспериментировали, ты понимаешь? Из этого потом и вырастает настоящее искусство. Просто из экспериментов разнообразных, когда безумные какие-то молодые парниши с острепанными волосами бегают, снимают какую-то полную хрень, экспериментируют там, не знаю, снимая кверх ногами, вися кверх головой, посыпая друг друга, как сейчас с телефонами делают. Ну да, с кинокамерой. И делали какие-то авангардные фильмы, где все млекало, непонятно что происходит. Черные квадраты всякие. Сейчас такие экспериментаторы в ТикТоке? Ну, в принципе, да. Но они такие несмелые экспериментаторы. Они такие, о, давайте камеру перевернем и приложим к земле. А потом на монтаже перевернем видео, и получится, будто мы снимаем с земли. Ну, елки, детский сад. Где мелькание, где бегающие, убыстренные фигурки? Какой выпуск Масяне больше всего нравится вашей жене? Саб-Зиро. Саб-Зиро, потому что, во-первых, там выступил мой ребенок в одной из ведущих ролей и сделал ее конфетка. Что очень странно для маленького совсем ребенка. Поэтому, естественно, это наша любимая, и моя тоже любимая серия, потому что здорово сделал Ебаль. Обещала, так и не купила. Ну, проел уже всю плешь, уже всю кровь выпил. Ну, обещала же и не купила. Какой же ты абьюзер, абьюзер. Ни капли прям понимания к родительским запарам. Когда вы предложили сыну поучаствовать в серии Масяне, он уже понимает, что он делает? Они до этого озвучивали ругательную серию, и мне своих собственных детей приходилось заставлять их говорить ругательные слова, так сказать, совсем плохие. Где они на кровати отоживаются. Ну, это же серия, понимаешь? Ну, иначе нельзя было. У меня, например, есть интересная заметка сценария, которую я, наверное, никогда не сделаю. Потому что очень много спорных вопросов возникает. Про сексуальное воспитание. У меня есть отличный совершенно сценарий, который я не могу сделать. Потому что это вызовет вопросы у всех. И у Ютуба, и у Facebook, и у прочих цензур. Так мне кажется, сейчас это гораздо проще делается в том числе с литературой. Но если ты попробуешь сделать этот мультфильм, про этот разговор, у тебя куча придурков и мамаш, и морализаторов, и кого только не набежит. Просто... У меня, допустим, на Патреоне очень хорошие ребята, и я с ними обсуждаю все эти темы. И мы обсуждали, что будет, если выпустить такой мультфильм. И сошлись на идеи, что набежит слишком много говняков. Вы имеете в виду патронов? Да. Тех, кто донатит на мнение. А как эти обсуждения выглядят? Они вам... Это некий чат, это... Ну, так же, как на Facebook примерно. Они подписаны на вас? И те, кто донатит, могут участвовать в обсуждении? Да, те, кто донатит, они могут участвовать в обсуждении всего-всего. Вы чувствуете какую-то ответственность или какие-то рамки, которые люди устанавливают вам? Те, которые донатят? Нет. Ты знаешь, бывают какие-то вещи, которые говорят люди, но они знают, куда пришли. Поэтому они знают, что я могу с ними обсудить, но совершенно не обязан принимать этого внимание. Если есть художественный замысел, он, естественно, гораздо важнее, чем все, что говорят патроны. Они принимают это правила игры. У нас был один очень придирчивый слухач выпусков «Намедня» по утрам в понедельник. Ну, то есть вот ночь, потом нужно переписать видение на утро, без сегодня, без в это время. Там все-все-все убрать. Ну, то есть дай бог в два только освободиться, чего-то хоть съесть, венца пивануть. И с мыслью о том, что до двух часов только если термоядерная катастрофа. Но скажем в 9.30. Алла Ленина, здравствуйте, это Муслим. Послушайте, вчера в Масяне явно был двойной долби. Понимаете, что происходит? Они в Питере долби сделали, потом ваши звукачи, еще долби. Понимаете, передолбили, это называется. В результате на низких все уходит в бидон. Ну, в смысле, бидон. Муслим Магометович Магомаевка. Да, спасибо, Муслим Магометович. Обязательно посмотрите. Вы с ними поговорите. Самое главное, когда уже один долби был, нельзя второй долби. Да. Это не тезка, это… Великий Муслим Магомаев. Да, да. Ну, он же, у него был фантастический. Он без конца что-то со старыми своими записями делал, для того, чтобы звук был лучше. Нет, это смотрели тогда все. Это смотрели все. Он не говорил, что, знаете, я смотрю всегда Масяню. Это было, как само собой разумеющееся. И Муслим Магомаев рецензировал технические недостатки этого мультика. Именно, да. Действительно, видимо, что-то было с передолби и долби, но это как-то было, я думаю, связано еще и с фонетикой Куваева. Масяня выходила даже после захвата заложников Нордости. Угу. Как вы делали эту серию? О, это там был очень сложный момент, опять же, для Парафенова, а не для меня. Потому что, ну, понятно, я делаю веселые мультфильмы, да. А тут случилась такая вот… И что выпускать в этот момент? И выпускать ли вообще? Или убрать нахрен Масяню? И тут произошел интересный момент. То есть, он мне позвонил и говорит, что будем делать? Я говорю, у меня есть сценарий для этого случая. А ему пришлось мне поверить. И причем поверить как бы настолько по-крупному. Представляешь, если бы я сделал что-то не то и вышло бы… А там же уже все складывается в последнюю секунду. Это же все было… Я в пятницу… Та же готовили битакам-кассету. Я готовил битакам-кассету, отправлял буквально с подняков в Проводниковом Москву. И он выходил… И битакам-кассета прямо приезжала буквально за 15 минут до того, как выпускаться на Дальний Восток. Угу. То есть, вот все было… То есть, нельзя было подвести никак. И он мне поверил. Что я сделаю. Как бы хорошо. Там была серия так называемая «Вовне». Действительно, грустная серия. Действительно, с такими более философскими темами. Проносили и так далее. Вот. И я справился. Но мне поражает как бы его героизм, что он поверил человеку, который мог всю его карьеру, если бы я сделал что-то не то, обрушить на хрен. И он мне поверил. Это чудеса. Но они могли бы не выйти. Могли… Там разные варианты. Могли, допустим, выпустить на Дальний Восток, а потом решить, что это не подходит. Там были, естественно, у них свои методы контроля, но все равно это был бы большой-большой подставой для него. И он поверил. Чудеса. Вы бы могли так поверить в такой момент другому человеку? Нет. Я бы не мог так. Наверное, он считает, что он знает людей. Я не считаю так, что я знаю людей. Он, наверное, считает, что знает и, может, действительно знает. Я помню, что мы поговорили. Мы… Для меня это тоже было вызовом. Вот именно того, что да, Масяне можно все, или Масяня – это действительно веселая карусель советской мультипликации. Пам-пам-пам, пам-пам-пам, тран-далей, ля-ля-ля. Прократись на нашей карусели. Да, да. Вот это «Союзмультфильм», режиссер «Котеночкин» или все-таки это взрослая вещь? Взрослая вещь. Насколько правильно считать, что в Советском Союзе была великая анимация? Неправильно считать. Советская анимация… Я понимаю, что, может быть, такое мнение немножечко не общепринятое, но она была все-таки вторичной по отношению к Диснею. И аниматоры российские учились по святокопиям с диснеевских учебников. Серьезно, то есть были такие чуть ли не подпольные перепечатки. У меня до сих пор лежит, кстати, такая святокопия с диснеевских пособий для своих работников. Они каким-то образом попадали в Россию, в СССР, я уж не знаю. И «Союзмультфильмовские» художники учились по диснеевским всем канонам. И поступающий на работу в советское время должен был нарисовать Микки Мауса. Ну, грубо говоря. И кроме того, понимаешь, советская анимация, она какая-то совсем для маленьких детей вся. Потому что для того, чтобы защититься бронированной стеной от цензуры и советской жизни, нужно было делать что-то исключительно для маленьких детей. То есть вообще, чуть ли не для дошкольников, а для школьников уже почти ничего не было. Во-первых, советская мультипликация, конечно, так же, как и советская детская книжка и детская иллюстрация к книжкам, в которых участвовали все авангардисты. Потому что там можно всегда закосить было под абсурд, под тип детского мышления. Ну, в общем, Хармс писал же детские стишки. А на самом деле между строк там были… Ну, там может быть все, что угодно. Вот всякий… Ну, вообще, где может быть несоциалистический реализм, так это вот в одеяло убежала и улетела простыня. Вообще, советские… Не знаю… Варежка. Смотрите, в чем варежка. Девочки не дают завести собаку, поэтому она берет варежку и изображает из нее собаку. И дает ей молока и на коврик, и его укладывает на ночь. Ну, это про жизнь, про одиночество, про стремление заботиться, про… Потом такое щемящее чувство. У меня было в Намедне 69-й год, вот тогда это прорвало. Это называется «Мультфильмы для взрослых». То есть формально детский мультфильм, который смотрит вся семья и от которого взрослые балдеют больше даже. Ну, в Винни-Пухе три четверти абсурдизма Винни-Пуха, дети не считывают. И я, и я того же мнения… Я вас уверяю, это… Ребенок не слышит таких там вещей. Ну, какой ребенок знает такое понятие, когда ослик и а-и-а, это еще и лучшие актеры того времени, смотрятся в свое отражение в пруду и говорят «душераздирающее зрелище». Какой ребенок знает слово «душераздирающее»? Бременские музыканты как были сделаны настоящим мюзиклом, с таким вот прямо… с хипарскими клешами… С секси-одеждой… С мини-юбками, да-да-да, с этими все потлатые… Едва разеним рот, как все от счастья плачут. Это уже Магомаев, во-вторых, и знает наперед не может быть иначе. Мы к вам заехали на час. Привет, бонжу, халло. А ну скорее любите нас. Ну, масса. А весь Нортштейн… Нортштейн – это прям совсем серьезное все-таки. При этом дети обожают «Ежик в тумане». Детям очень нравится «Ежик в тумане». При этом, конечно, всю глубину тумана дети считать не могут. Но от того, что это одиночество, потерянности, странности, обстоятельства вокруг, да… Все координаты пропали… «Ежик – тих». Ну вот Леонид Парфенов говорит, что это как раз наоборот делало ее сильнее. То, что единственное, где можно было избежать соцреализма – это детские произведения. Именно поэтому… Собираются какие-то звери, какие-то горностайчики какие-то, пандики, встают в хоровод и начинаем… Мы дружим, дружим, мы крепко-крепко дружим, что-то в этом роде, да. Ну серьезно. Он приводил в пример мультфильм «Варежка», например. Ну да, были такие романтические, которые люди пытались сделать в этой области. Но это же единичные образцы. К «Ежику в тумане» как вы относитесь? Я плохо отношусь. Я, наверное, единственный в России, который плохо относится к роде «Ежику в тумане». Но это все из Норштейна, который хотел меня побить. Расскажите. Примерно в 2002 году, наверное, или когда только начался Парфенов, меня пригласили на Суздальский фестиваль. Я, как начинающий аниматор, естественно, возрадовался. Потому что заслужился, что меня на фестиваль пригласили. А на самом деле пригласили меня, чтобы побить. Потому что считали, что я такой выскочканник, который ни хрена не умеет. И анимация у меня полное говно. Что, в принципе, было недалеко от истины. Вот. И поэтому этого козла надо забить и вообще опозорить перед всей стороной. И пригласить специально на некое такое публичное аутодафе. Поэтому позвали меня для фестиваля в обществе, чтобы не показывать мои мультфильмы. А чтобы выставить на меня такое судилище. И во главе там сидел господин Норштейн. Такой, знаешь, как вот этот джентльмен удачи. Он такой сидит такой. Ну что, ты это? Того? Это? Куваев? Что ты делаешь-то вообще? Кто ты такой вообще? Примерно так звучало осуждение со стороны официальных аниматоров. И я такой, значит, несчастный стою. Думаю, блин, зачем я сюда приехал-то? Никаких мультфильмов меня никто не собирается показывать. Меня собираются бить. Я просто вышел и сказал, а я не аниматор. Я не аниматор. Я просто делаю какую-то медийную хрень. Заполняю какую-то дырку, которую вы аниматора не заполняете. И все. И они, знаешь, как-то сразу и расслабились. Потому что советские аниматоры – это такие люди, у которых вот ежлык такой. Надо, чтобы было написано, что ты аниматор. Если у тебя не написаны ежлыки, что ты аниматор, то ты не аниматор. То есть вот такое формальное отношение. Стоило бы мне сказать, что я не аниматор, они все тут же разбрылись без всякого интереса. То есть я не претендую на звание советского аниматора «Священное». И слава богу, и зашлись. А если бы без этой истории, то как вы относились к «Бокежуков Тумане»? Ну, ты знаешь, что все-таки личные отношения всегда превалируют, чем некое абстрактное. Поэтому, ну, не знаю, скучный мультфильм. Красивый, но скучный. Что из мировых мультфильмов для взрослых или, может быть, не только для взрослых вам нравится? Бакши. Знаешь такого? Бакши – это такой полуавангардный. Вот как раз из плеяды вот этих авангардных комиксистов он делал такие странные мультфильмы, как «Американ поп». Он делал несколько полнометражных мультфильмов. Это, по-моему, 70-е годы, которые не очень-то коммерческий успех имели. Но, тем не менее, они очень необычно выглядят. И это единственная существующая альтернатива «Диснею» и всей этой коммерческой анимации, которая есть. Как вы относитесь к «Рику и Морти»? «Рику и Морти» конечно люблю, но гробовато для меня. То есть там несколько неинтеллигентный, так сказать, юмор совсем. Иногда так думаю, ой, ну это уж слишком. Они пытаются затащить к себе подростков путем того, что они очень здорово грубят и какой заднесортирный юмор привлекают, который на меня, например, отталкивает. А так фантазия отличная. Убрать бы оттуда сортирный юмор и было бы клево. «Южный парк». «Южный парк» особенно в начале очень хорошо. А потом они уже начали делать по шаблону. А первое время очень хорошо. Я как раз начал делать «Масяню» в то время, когда «Южный парк» был на своем пике просто. На своем пике. Это же тоже такие «Самоделкины», как и я. То есть ребята, которые просто на коленке все делали, а потом попали в «Медиоимперию» и умудрились там выжить. Несмотря на свое «Самоделкинское прошлое». Что-то из полнометражного? «Тайна Коко»? Не-не, то, что делает Pixar, ну сейчас уже в стычке с Disney, мне все нравится. То есть там, конечно, есть диснеевские сопли, но это же очень здорово, профессионально. То есть настолько это здорово, что там даже критики никакой нет. Конечно, это делается по определенным шаблонам, но смотрится это здорово. Интересно, то есть не оторваться. Все эти последние мульфи... Вообще практически все люблю. Вот всю Pixar'овскую анимацию люблю. Ни про одной не могу не сказать ничего плохого. Pixar'овская вся хорошая. А Disney не любите? Ну, Disney, сам понимаешь, это попснях. Но вот они как бы взяли и объединили силы Disney и Pixar, и сейчас стали и от Disney появляться интересные вещи. А то именно совместное творчество получилось штука интересная. То есть я там все люблю, я все смотрю, все, запой, появляется новый 3D-мульфильм, я побежал. Я это все люблю. И жалко, что у меня нет таких сил, чтобы такого подобного делать. Что нужно, чтобы это делать? Команда? Ух, это вообще... Это же индустрия, это что? Это же куча людей, это же куча сил. Это вообще... Я туда не полезу. Я вот сторонник тюйти говорил. Человек должен делать сам все. А это не сделаешь такой 3D-мульфильм при таком подходе. Так что это не мое, мне просто... Я тут зритель. Удивительно, что ваш подход, вот этот DIY, или я делаю то, что продолжение меня. Ну да. Это же очень похоже на то, что многие в Ютубе делают. Чем Ютуб отличается от телека. Да, да. Потому что в телеке можно играть и притворяться, а в Ютубе там, что бы ты ни делал. Интервью или тревел. Это все первые звоночки вот этого, да, первые звоночки того, чего нас ждет в будущем. Когда художник будет единолично ответственен за свое произведение. Единолично. Когда Масянева выходила в «Намедни», это как-то повысила узнаваемость? Ну, она повысила узнаваемость среди тех людей, которые мне не нужны. Меня просто стали узнавать в маршрутках. Кому это нафиг надо? Узнаваемость повысилась, да. Но она повысилась среди тех слоев населения, которые, ну, ко мне никаким боком. И к интернету вообще никаким боком. Потому что Масянева — это часть интернет-культуры. А что там у тебя бабушки? Ну, зачем? И о чем мне с ними говорить? Они как знали, так и забыли. Сколько Масянева ходило в «Намеднях»? Год? Да, совсем немного. После того, как сняли Йордана, ну и вообще вот этот вот такой НТВшный кризис установился уже невозможно было. И там сфинансирование срезали, и в это время у Куваева какие-то были проблемы. Они все время возникали, но из-за этой паузы там… В общем, потом не срослось. И когда Йордана сняли, он давал пресс-конференцию. Ну, не для того, чтобы… И чтобы, видимо, не сказать, что его беспокоит, как там дальше будут выходить «Намедней». Вот он со своим этим американским акцентом. Честно сказать, больше всего меня волнует дальнейшая судьба Массианей. «Вас волнуется судьба свободы слова в России? Как вот будет дальше? Без вас развивается канал?» Судьба Массианей. У вас есть серия «Будапешт». Там в конце тоска по поводу того, что Россия не Европа. Ну, естественно, потому что были определенные надежды, очень сильные по поводу того, что все-таки мы как бы вольемся в семью народов. Тем более, что мы и территориальные, и культурно близкие. Поэтому надежды были, да, что мы как бы станем уже совершенно наравне, и будет совершенно неважно где-то проводить свой отпуск. И, в конце концов, выезд за границу перестанет таким выездом за границу, за гранку быть. А станет нормальным совершенно процессом перемещения, когда тебе нравится, то я и поехал. Однако и до сих пор осталось все равно перемещение в некую другую культуру. Что печально. Знаешь, я в 90-х думала, что вот еще чуть-чуть, и будет у нас как в Европе. Чисто, мирно, свободно и весело. Оказалось, мы вообще в другую сторону ползем. Да. Похоже, в Европу мы только на танках умеем въезжать. На самом деле, да, на танки въезжаешь, у тебя как бы уже спрос никакой. Ты на танки приехал. А если ты приехал без танка и пытаешься влиться со своими понятиями из зоны, то, наверное, тебя не примут. Когда вы сказали, что была надежда, что мы станем частью общей культуры, когда вас эта надежда оставила? Это был плавный процесс, конечно, но все больше и больше отчаяния на самом деле наступало, начиная с 2010 года примерно. А потом даже плавный процесс был, да, все еще. Нет, мы изолируемся все-таки. В какой-то момент было такое колебание. Изолируемся, и мы не изолируемся, или мы часть Европы, или не часть Европы. Но в конце концов, в какой-то момент стало ясно — да, изолируемся. А почему это плохо? — спросит вас. Ну, потому что если ты… Вдруг у нас действительно особый путь? Если ты запираешься в своей квартире и начинаешь там коптиться, вряд ли тебе придут хорошие мысли. Тебе нужно выйти и с друзьями попить пиво в баре. Тогда ты будешь хорошо себя чувствовать, и тогда ты будешь нормальным человеком. А если ты копчишься в своей коморке со своими странными мыслями, то, наверное, ты закиснешь. Ну, Гржа, а если у тебя… Почему друзья должны быть в Европе обязательно? Вот там, друг в Минске, друзья, новые, возможно, в Кабуле. Уже смешно звучит насчет друзей в Кабуле. Это уже смешно звучит. И уже отвечает на твой вопрос. Чувак, разве нет? Олег, пока мы с вами разговаривали, были слышны такие звуки — «Хрясь! Хрясь!» Это меняли плакаты. Это летят журавли, которые будут показывать. Это же «Оттепель». Да. Вот «Оттепель» — она, на самом деле, была таким отзвуком авангарда 30-х годов. То есть, когда чуть-чуть отпустили гаечки, то народ ринулся в творчество. И, ну, не так сильно, правда, как в начале 20-го века, но, да, видишь, они оказали влияние и на мировую культуру определенным образом. Немного все-таки было. Что у вас с тех времен любимое? Ты знаешь, как ни странно, Михалков с его шагаю по Москве. «Данелия»? Да. Очень приятное кино. Вот просто по ощущениям приятное. Когда там поливальные машины, когда утро, Москва. Ты знаешь, я не люблю Москву, но вот в этом фильме, конечно, клево. Скорее, это символизм. То есть символизм, значит, оттепели, там смывается грязь и так далее, что время надежд и так далее. Это все как бы воплощалось в этом. Ты знаешь, там важна не сюжетная часть, а важна именно визуальная картинка. То есть картинки там именно хорошие. Там каждый кадр можно брать и вставлять в рамку. То есть оно чисто живописное, очень хорошее и приятное кино. И по атмосфере, опять же, очень приятное. То есть как будто бы жизнь нормальная. Вы жесткий антисоветчик? Да, скорее да, скорее да. Хотя в последнее время, ты знаешь, вот самые-самые последние, вот самые последние буквально пару лет, я уже начинаю думать, что, может быть, в Советском Союзе было как-то даже и лучше, чем сейчас, потому что, по крайней мере, были более-менее понятные правила игры. Вот и все. Хотя бы они были абсолютно идиотскими, отвратительными и человеконенавидческими, но они были какие-то понятные. Если ты сидел в своем и не вякал, ты мог гарантировать, что тебя никто не тронет. А вот в современной России, к сожалению, это совершенно рандомальная хрень. То есть на тебя может попасть перс судьбы вообще независимо от того, что ты делаешь. Вокруг часто говорят, что из России народ уезжает. Да. Вы чувствуете это по тому, как прибывают люди в Израиль? Да, у нас каждую алью, алья — это волна иммигрантов, называют. И есть путинская алья, так называемая, это совершенно официальный термин настоявшийся, который означает людей, которые стали приезжать примерно после... Нет, еще до Крымского кризиса они поперли. Где-то с 2012 года примерно пошла путинская алья. Очень большая, кстати. Я приехал в 2006 году, когда из России не приезжал никто. То есть в начале 2000-х альи, волны тут практически не было. Я, когда получал гражданство, я там был чуть ли не один. То есть в начале 2000-х из России действительно уезжали мало. Я не знаю, может, в Америку уезжали, но в Израиль нет. А потом пошло, после 2012-го примерно, очень примерно. Но пошла путинская алья достаточно большая. И сейчас их очень много. Вот сейчас? Нет, то, что тогда понятно. И сейчас едут. И прямо сейчас едут. Вот прямо в данную секунду. Ну, может, из-за короны, конечно, нет. Но... Хотя нет. У меня есть один человек, очень хороший медик, который почему-то решил сделать себе репатриацию. Прямо сейчас. А знаешь что? Если из России людей нельзя ехать, а репатриантом можно. Что вы об этом думаете? О чем конкретно? Ну, о том, что молодые люди... Мотают оттуда? Да всю жизнь мотали пока что. Вот была маленькая перерывчик в начале 2000-х, да? Вот этот, как мы с тобой говорили. Самое лучшее время в России. Когда ехали мало. А так всю жизнь уезжали. Так что, как бы... Это входит в кровь и пот России, да. Как относиться к тем, кто остается в России? Как героям. Я недавно ездил, кстати, вот я ездил с сыном в Питер. Я очень хотел показать, естественно, всю эту красоту, всю эту неописуемую. Я поехал с сыном в Россию и встречался со своими старыми, со своими студийцами, со своими ребятами. И знаешь, мы очень хорошо чувствовали, но, грубо говоря, вот не выходя на улицу. То есть вот люди замыкаются в маленьких социумах, в маленьких сообществах и там чувствуют себя прекрасно. Да ладно, в Питере классно на улице. Я ездил зимой. И потом я имею в виду, опять же, в ментальном стиле, то есть они в маленьких компаниях чувствуют себя прекрасно, но когда подключается какая-то широкая аудитория или что-то, то там уже… То есть общение начинает ограничиваться маленькими группами. Ну то это метод выживания. У вас не раз Путин фигурирует как царь. Во-первых, вот тот, который говорит, запрещено все, а в Дуппельгангере Масяня говорит, что какой царь управляет сейчас нами. Ну? Для вас Путин царь? Ну, фактически, да. Я же смотрю, что на практике происходит. Они все там формулируют, всякие крючкотворцы разнообразные. Естественно, они придумывают всякие формулировки, но по сути-то, по сути-то, это абсолютно абсолютистская власть. Вы допускаете, что настанет момент, когда вы в Россию вернуться не сможете? Да, допускаю. Допускаю. Это может случиться с каждым, не только со мной, и в любой момент. Это один из приятных моментов абсолютизма. Приятных? Приятных. Для вас это будет трагедией, если вы не будете иметь возможность возвращаться в Россию? Наверное, да, но не смертельно. Если бы я в этот момент был в России, наверное, я бы больше испугался этого. Если бы у меня был только один паспорт. В стране, где вы сейчас живете, такое возможно? Такая абсолютная власть? Ты знаешь, буквально вот пару лет назад приезжали россияне в Израиль и говорили, а у вас тут Бениамин Нетаньяху тоже уже 20 лет сидит. Угу. И вот тут произошло такое типа… Его сняли совершенно нормальным демократичным путем. Обычным демократичным путем. Он не стал вносить поправки в Конституцию. Просто проголосовали, что здесь хватит ему сидеть. Все. Ни крови, ни военного переворота. Ничего. Ничего. Кто хотел, чтобы он дальше сидел, конечно, сказали… Но обычным демократичным путем вот это длинное царствование, когда мы уже начали думать, может, он действительно засел теперь, как Путин навсегда. Нет. Нет. Обычным образом собрались, сказали, хватит, и он ушел. Верите, что в России такое возможно? На данный момент нет. И вообще никогда такого в России не было. За всю ее историю. Так что с какой хреном вдруг верить в это? Совсем никаких оснований. Как вам кажется, насколько мы близки к тому, что серия «Сублимация» про запрещенный интернет воплотится в жизнь? Давай, для начала я типа в Твиттере. Ненавижу Твиттер много писать. Лохматый. Покушал семечку? Прокручиваю. Я очень надеюсь, что технически это все-таки невозможно, что романтический момент потерян, исторический момент потерян, когда это еще можно было свернуть по китайскому методу. Мне кажется, что это технологически, слава тебе, господи, невозможно. Но, может быть, это я сам себя успокаиваю. Потому что чего мне тогда останется совсем уже бедолаге? Только книжки выпускать? Как вы относитесь к гипотезе, что в 2022 году государство займется Ютубом? Это прям важнейшая цель. А вы откуда знаете? Я не знаю, так многие говорят. Я ни разу не слышал. Ну, логика нашего и вашего и моего существования в Ютубе, она, конечно, противоречит всем трендам. И, наверное, они бы не прочь были бы заняться. Но опять-таки я надеюсь, что это технически неосуществимо. Но это еще сложнее, чем вакцинировать 90% населения. Но так или иначе будут смотреть. И потом мобильные приложения. Это сито, которым нельзя вычерпать воду. Ну, телегу же не смогли закрыть. Вы автор гениальной песни «Это не пипец». Сидел на балконе и напивал под нос. На самом деле, очень многие вещи, которые потом имели успех, делали все таким образом. Просто берешь, что-то ты себе бубнишь, когда тебе нефиг делать, и делаешь из этого что-то. Мультфильм. Я не собирался вообще делать из этого мультфильма. Это просто... Я бубнил, прочитав очередную новость, и все. И, наверное, есть определенный даже параллель. Чем менее ты серьезно относишься к тому, что делаешь, ты иногда получаешь гораздо больше отвлека, чем если ты серьезно прям планировал что-то. Дальше будет хуже? Где? Везде. Да, наверное, да. Народа становится много. В Израиле... Так тоже не светит. Ничего особо... Но... Человек боится гораздо больше, чем надеется. И это нормально. Потому что это инстинкт самосохранения. Поэтому, если я считаю, что все будет впереди плохо, есть в будущем большой шанс порадоваться. Ты знаешь, у меня у жены есть такой интересный подход. Я пессимист. То есть она говорит. Я пессимист. Потому что, если что, я порадуюсь. А если другое, то я скажу, я был прав. Это как бы ситуация выигрышная с обоих сторон. Поэтому быть пессимистом – выигрышная ситуация. А быть оптимистом трудно. Я пытаюсь, она нет. Она выигрывает чаще. Блиц, я спрашиваю коротко, вы отвечаете не обязательно коротко. Симпсон или пластилиновая ворона? Пластилиновая ворона. Почему? Это же пилот. Пилот – это была одна из лучших студий в России еще в советское время. Поэтому это как Pixar, к которому относится все хорошо. Так у пилота было примерно так же. Все, что пилот делал, было здорово. Пластилиновая ворона – это же тоже авангард в некотором смысле. Да, да, да. Очень интересная и художественная штуковина. Жалко, что ее нет в хорошем качестве. Не сделали, то есть нету. Варламов или Лебедев? Варламов. Вообще-то даже думать не о чем. Вы и Лебедев – одни из первых суперзвезд интернета. Да, он приезжал ко мне в гости даже время от времени. Как вы к нему сейчас относитесь? Плохо. Я стараюсь не попадать в ситуацию, когда мне придется говорить о нем свое мнение. Почему? Во-первых, я не знаю, что там за этим совсем стоит. И как у него там внутренняя кухня, ничего не знаю. Но то, как он появляется в сети, мне совсем не нравится. Но это не значит, что я должен его осуждать, правильно? Я просто не касаюсь. Это его личное собачье дело. А что не нравится? Ну, там же были всякие истории про немецкое гражданство… Юлии Навальной. Да. И какие-то вот непонятно, явно проплаченные хрени. Это опять вот только кислотное болото, я туда не суюсь. Самая вкусная еда на свете? Мы находимся в Амстердаме. Здесь есть такая штука, называется ФИБО. Не знаешь? ФИБО. Вот здесь стоят такие автоматики. И ты опускаешь 1 евро и получаешь такую котлетку, которая напоминает по вкусу фалафель. ФИБО. Это как раз такие автоматы, когда ты идешь где-то в баре, погулявши как следует. И на самом деле единственное, что тебе хочется – это что-нибудь сожжать. И вот по дороге покупаешь такое ФИБО, съедаешь за 1 евро и пошел дальше. И вот этот момент обостренного вкуса оставят незабываемые впечатления. С тех пор я обожаю тут ФИБО и приезжают. Ай, селедка голландская! Ну, сейчас будет длинный ответ. Достаточно ФИБО и голландской селедки. А мы сейчас? Минога питерская! Я бы сейчас отдал 1000 долларов за одну миногину. Минога – это питерский угарь? Да. Это не угарь, это не рыба вообще. Это хордовое некое животное, которое ни к чему не относится. Но это самая вкусная вещь на свете. Ютуб или Фейсбук? Ютуб. Цукерберг или Дуров? Трудный вопрос. Ну, естественно, Цукерберг. Потому что мне кажется, что Дуров просто содрал у него все. И он, по-моему, не отрицает этого. Так что это вторично по отношению к Фейсбуку. Только поэтому. Лучший город Земли? Питер. Хрюндель или Лохматый? Лохматый лучше, хотя я выбираю Хрюнделя, потому что это мое альтер-эго. Если у меня есть какие-то вещи, я вкладываю… То есть у меня есть какие-то отходы психологического производства у него мозга, я вкладываю их в этого персонажа. Отходы психологического производства? Да, естественно. А у тебя нет психологического. Ты же пытаешься быть лучше, нет? Стараюсь, да. Значит, ты отсекаешь кожуру и выбрасываешь ее. А у меня есть специальный мусорный ящик. Если у меня появляются какие-то дурацкие мысли, которые потом будут признаны дурацкими, то я их вкладываю в этого персонажа. Нелепые идеи, бредовые начинания и так далее. У меня есть такой персонаж, куда вкладываю. А Лохматый – это, наоборот, как бы хорошая сторона. Та сторона, которая вечно делает добро, пытаясь сделать зло. Бродский или Блок? Бродский. Хотя он гад. Но это опять… Ну, ты помнишь, он написал украинские одни стихи про украинцев? И для меня это как Майкл Джексон, который признан педофилом. Но это было… Ты чё? Вот так вот. Но, тем не менее, все остальное, что он делал, конечно, очень клево. Деньги или наследие? Что такое наследие? Это когда в 2050 году люди будут знать, что такое Масяня? А мне-то пофиг, на тот момент, наверное, будет уже. Ни то, ни другое. Сколько вам было в 1999? В 1999? Мне было что-то типа 34, что ли? Что-то такое. Сколько вам будет в 2036? В 1936? Мне будет… 59? Нет. Или 69? И финальное. В чём сила? О, я не люблю брата. Это вопрос с подковыркой, поэтому я пытаюсь избежать подковырки. Нет никакой силы. Нет никакой силы? Нет никакой силы. Сила – это агрессия. Агрессия не ведёт ни к чему хорошему. Юрий будет дуть, дуть будет, Юрий. Конкурс. Что будет призом, Олег? Призом будет фарфоровый телевизор. Благодаря моему другу из Амстердама, а не мне самому. Который гораздо толковее, видимо, чем я. Вот это фарфоровый телевизор. Это раритетная совершенно вещь из, насколько я понимаю, 60-х годов. Фарфоровый телевизор с картинкой Битлз. Найдена на барахолке. Вещь супер ценная и супер раритетная. Вот он приз. Конкурс. Мы хотим предложить нашим зрителям придумать следующую вещь. Мы предлагали похожую вещь, когда у нас был режиссёр проекта «Внутри Лапенко». Вы, кстати, смотрели? О, конечно. Вам нравится? Ой, первые серии совершенно замечательные. Очень хорошие. Мы предложили им придумывать нового героя во вселенную Лапенко. И вы бы видели, сколько классных, многогранных, весёлых персонажей было. Я тоже хочу. Предложите нового героя во вселенную Масяне. Имя, характер, словарный запас. Словарный запас? Да. То, как говорит человек, это очень важно. Оставлять варианты в закреплённом комментарии, вот под этим видео. Вместе выберем? Вообще, я тебе доверяю достаточно. Нет, я буду участвовать. Я буду участвовать. Да. Ещё раз. Тот, кто выиграет, это не значит, что вы должны его нарисовать, разумеется. Это просто вам, хозяйки, на заметку. Если кто-то хорошо сделал, я скажу, сделал хорошо. Олег, спасибо вам большое. Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий. Юрий будет дуть, дуть, yeah. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...